Всем привет, это подкаст YouTube Design. Сегодня 28 декабря 2015 года, выпуск номер 63, время 10 вечера по Челябинску. Всем привет. Да, здорово. Мы сегодня втроём, как обещали в предыдущих факапнутых разговорах у экрана, что с нами будет Саня. Я надеюсь, сегодня он раньше времени не уйдёт, нам тут всё оборудование не своротит. Причём Саня Гончаров с нами сегодня. Да, с вами, да. Мы в конце договорились, да, ещё теперь имена и фамилии говорить. А, да, в конце. Ну ладно. Так что вы сейчас пока, это секрет, кто у нас сегодня лучше искать было потом? Конечно, на ВК нас все находили и писали нам там, сделайте логотип за 100 рублей. А я, кстати, доделаю записи. Да так вот, у нас сегодня для вас одна громкая тема, и она называется «С Новым Годом». У нас сегодня новогодний подкаст, мы поэтому и втроём, и у нас не будет, так скажем, фиксированных никаких тем, будут на самом деле, но оно не фиксировано, не плавающе будет, как курс рубля. Мы втроём, ты имеешь в виду, под Новый Год, потому что Деда Мороза позвали или что? Да, да, да. В принципе, я иногда, вот когда у меня будут дети, мне нужен будет Дед Мороз, я Саню попрошу. Ну, в принципе, нормально, да, я считаю, высокий, басист, я только бороду не могу отрастить, поэтому... А там накладные, ватные пойдут и так далее. У нас, кстати, сегодня будет самая последняя тема из не... Как я сказал, непостоянных, из нефиксированных. Будет как раз про праздники, но одна фиксированная у нас тема всё-таки остаётся. И это наш спонсор, уважаемый, Smart Tape, лучший хостинг. Слушаем джингл. UwebDesign и хостинг-провайдер Smart Tape.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары-услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. И мы, кстати, в прошлый раз, не в прошлый раз, давно мы уже говорили, что джингл после нового года будет другой. То есть мы прям подумали над тем, что шарид хостинг должен уйти. И мы должны как-то рекламировать какие-то более лучшие услуги. Поэтому ждите с нетерпением, будут новые акции, подарки, призы. Не, ну даже не то, что этот плохой. Мы просто тем, чем пользуемся, а мы, собственно, пользуемся выделенным. Тем, чем им. Да. Вот, поэтому Hensens с шаридом уже будем. Саня, смотри, в UwebDesigners'ком чатике какие новые вопросы будут по ходу приходить. Я туда скинул перископ-трансляцию. Если вы сейчас слушаете нас записи и хотели бы поучаствовать, уже, во-первых, поздно, а во-вторых, вы просто в следующий раз заходите к нам в чатик и следите за объявлением. В смысле, поздно они больше не смогут подконнектиться? Мы, я это сказал для тех, кто у нас записи слушает, а завтра это будет на YouTube и в iTunes. Мы это, кстати, в записи выкладываем. Да, мы, кстати, это сами в записи выкладываем. Мы тебя посвящаем, и мы вообще подкасты здесь записываем. Правда? Так вы будете вообще кто для начала? Так вот, у нас первая тема из плавающих. Мы вот эти темы, мы их будем откладывать в сторону, если в чатике что-нибудь крутое будет происходить. Будем или не будем? Конечно будем. Мы все для людей, понимаешь? Что наши эти темы? Мы комьюнити фёст. Как контент фёст, вот мы комьюнити фёст. Так. И как мобайл фёст. Отлично. Так вот, подконтрольные Сбербанку Яндекс.Деньги попали под санкции США. Громкая тема, я считаю. Да, вообще сообщила об этом Медуза, естественно, кому как не им поржать над тем, что всё плохо. Но Минфин США мотивировал включение платёжной системы в санкционный список тем, что платёжная система прямо связана с государством Сбербанком. Яндекс.Деньги заявили, как бы пояснив вообще, чем это чревато. Сами санкции запрещают деятельность по привлечению разных видов финансирования из США, таких как займы и выпуск облигаций. Яндекс.Деньги эту деятельность не ведут, на пользователях новость не отразится. Вот ты, Сань, что думаешь? Пользуешься ты Яндекс.Деньгами или нет? И тем более для осуществления, для привлечения разных видов финансирования из США. Ну, из США, конечно, больше всего всего как-то финансирую, всякую на там острова, всё, да, есть. Но, на самом деле, Яндекс.Деньгами я пользовался до того момента, как у меня взломали мыло. Кстати, в том же самом США, как какой-нибудь из злопамятного, у меня целых два косаря украли, всё ещё, помни. Вот всё ещё у меня на мыле лежит два косаря, возможно, за ними лежит. Старыми или новыми? Сейчас, знаешь, два косаря уже не те. Ооо, два миллиона. Их тебе проиндексировали или нет на Яндекс.Деньги? Не индексируют, да, как зарплату, как СТПЗ, зарплату не индексируют. Не, почти, звучит громко, короче, что в Штатах заблокировали Яндекс.Деньги. Звучит громко. А с другой стороны, нахрена тебе для любых покупок в Штатах Яндекс.Деньги? Они вообще нигде не работают. Понимаешь, даже шлюзы всё равно как бы будут работать. Даже шлюзы не заказать. Шлюзы не будут работать с американскими визой и мастер-кард, видимо. Так. Но, во-первых, не очень-то и хотелось. А во-вторых, нам там, да. А во-вторых, именно, видишь, санкции запрещают деятельность попределить. Короче говоря, Яндекс.Деньги не могут рефинансироваться из американских банков. Они не могут взять себе кредит на то, чтобы какую-то деятельность здесь осуществлять. По-моему, это смешно. Возможно, американцы не разобрались, и они подумали, что это типа PayPal. У нас, конечно, так и есть. И что, типа, там просто это будет хорошим инфоповодом, и там просто говно. Ну, возможно. Это просто хрена будет. Что-то, ну, какие-то американские магазины будут у нас Яндекс.Деньги наши принимать. Что с меняется? А, есть другой вопрос. Яндекс.Деньги, кроме того, о чем мы говорим, кошелька зарабатывают еще и тем, что выпускают пластиковые карты свои. И вот они неделю назад договорились с Мастеркардом о том, что они смогут не только визы, видимо, а Мастеркарды выпускать. И, возможно, международные именно. Ну, и, короче говоря, не будут теперь они это делать. Кстати, более актуально вопрос о ЖКХ. Может там их платить? Такой новогодний вопрос. А можно ли я вас? Ну, знаешь, Никит, год заканчивается, вот в банках сейчас стоять, в очередях платить. А за воду-то не заплатил? Вот, я про это не заплатил как раз, да. А воду, напоминаю, можно не платить, все равно не отключусь. Ну, мне, кстати, не слайва какчивать. За воду можно не платить. Такие даже вредные советы от его дизайн. Да, уж не вредные. Подожди, давай продолжим уже. Мы тут про бабки. Следующий у нас тоже про бабки. Я буквально последнюю ремарку. Что это может означать для нас реально плохого? То, что наша часть правительства, а именно даже не правительство, а Госдумы. Так, которая пользуется Яндекс.Деньгами. Да, они подумают, что это оскорбление, и надо бы заблокировать PayPal. Вот это помню. Причем не ограничить деятельность PayPal по финансированию, а просто заблокировать использование. Ну, и тогда будет весело. И тогда мы все здесь, в принципе, ощутим это на своей шигуре. А следующее, кстати, не про бабки я вам набрал. Следующее про медиа у нас. Так. Некий издатель Медузы Илья Красильщик. Действительно некий. Рассказал изданию Цукерберг позвонит бывшему, а он или так же, так и называется? Да нет, он же теперь Вайсер. Нет, стартапы. А, нет, по-моему, ВЦРУ же он. Ну, ВЦРУ и там что-нибудь типа... Ну, стартапы практически говно. Вайссити, короче. Нет, Вайссер, по-моему, он называется. Что такое Вайссер? Возможно, ВЫСРУ, да. Так вот, издание ВЫСРУ как онлайн-СМИ. Как онлайн-СМИ могут выжить и даже процветать в кризис? И, кстати, он сказал наоборот, достаточно негативно отозвался. Так вот, вкратце, медийный рынок до задницы. Это первое его было заявление. Я так понимаю, именно российский медийный рынок. Ну, само собой, именно же про кризис. Да. Новостные агрегаторы и поиск не дают трафика новым изданиям. У Медузы трафик идет в соцсетей, пуш-уведомлений. Программы Друзья Медузы. Друзья Друзья еще есть программа, но оттуда трафик не идет. Приложение для браузера и вечерние рассылки. Представляешь, вечерняя рассылка Медузы. Ты такой сидишь, как бы, развернул газету. Ну, мы вот здесь не эксперты в этих делах в Медузных. Вот мне хочется вот у кого-то спросить, знающего, что у них за вечерняя рассылка. Имейл? Напишите в комментариях, да. И чувак вот говорит, то есть Илья Красильевич, говорит, что нужно продавать нативную рекламу. Я вот не понял, что он этим хочет сказать. Я понял, я погуглил. Ты дочитай, и я потом тебе расскажу. Потому что она может быть на любых платформах, в том числе и в рассылке. И при этом не портить юзабилити и внешний вид издания. Сейчас 70-80% доходов Медузы идет с нативной рекламы. В декабре выпустили около 40 нативных материалов. Вот чтобы ты понимал, SmartApe у нас практически нативная реклама на сайте. Потому что там баннер не из Google AdWords, AdSense и так далее. А особенно, если еще это в виде... Короче, нативных рекламов есть несколько видов. Баннеры не самые лучшие из них. Самая лучшая это статья. Просто как бы не означая, мы вот, кстати, не пользуемся вот тем-то там, тем-то... Product Placement, да, так сказать? Да, да, да. И чем он более скрытый, тем он более нативный. Но еще нативность имеется в виду с точки зрения интерфейса. То есть, если у тебя даже баннер, но оформлен в стиле твоего издания, он из общего потока не выбивается и не происходит так называемой баннерной слепоты, в кавычках. То есть, то, что ты глазами прям пропускаешь и так далее. А если там прямо все будет с айдентикой того ресурса, на котором, собственно, реклама и происходит, то есть шанс, что рассеянный зритель таки уловит эту рекламу. И вот... Еще есть шанс, что у тебя отблокер не заблокируют ее. Да, само собой. То есть, ну, тут вещь здесь говорят и про рассылки, и про приложения. Там-то отблокеров для приложения еще не придумали, и для имейл-рассылок тоже. То есть, видимо... Вот, допустим, нам же часто приходят, ну, вот я за себя скажу, разные имейл-рассылки, например, с веб-дизайнер Депо, с веб-дизайнер Ньюс и так далее. И там вот есть, допустим, список статей, порядка, там, десяти. И одна из них – это рекламная статья. У нее всего лишь в квадратных скобочках написано «эд», что типа реклама. Но на самом деле она оформлена полностью, как статья и так далее. И, опять же, рассеянный какой-нибудь читатель, зритель, слушатель, он таки тыкнет и запихнет. Отлично. Продолжаем двигаться дальше, да? Да. Мы, кстати, вот, я обращаю ваше внимание, это важно для последующих новостей. На Roam.ru у Твиттера, у кнопки «поделиться» нет никакого счетчика. И это не потому, что никто не делился в Твиттере, а потому что Твиттер в своем API недавно заблокировал счетчик. Мы с Никитой это обсуждали тоже как-то раз, что они полностью ребрендили кнопку «Твитнуть» и счетчик заблокировали по причине того, что он везде неверно считал. Где-то считал только лайки, где-то считал только ретвиты, и непонятно было, как бы, настолько он себя дискредитировал, что они решили вообще его отменить. Так. И это сейчас надо запомнить людям, чтобы потом... Да, держите это в уме. Какая столбиком складываете, два пишем, один в уме. Вот, держите пока это один в уме. Так, ну, следующая статья, я так понимаю, Игоря Ашманова, длинный пост, ты разобрался, да, я так понимаю. Я попытался. Суть в том, что 23 декабря Ашманов, они писали для форума, который был в начале 20-х чисел декабря, с путечкой. Там, где он как раз предложил Герману Клименко, главе Live Internet, стать этим. Войти в администрацию президента по айтишным делам, по развитию интернета. Так вот, был приготовлен доклад, в принципе, об айти будущем России в ближайшие, там, 7-10 лет условно. 7-10 лет реально условно, то есть, никто не говорит, ты там, вот, реально, вот, 20-му году будет так-то, там, 25-м, 22-м. Говорится просто о том, что вот в какой-то момент будет так-то. 7-10 лет условно. Да, так. И пост, на самом деле, гигантский, мы, как обычно, ссылки оставляем к описанию, чтобы вы могли ознакомиться. Мне, в принципе, понравилась только тут пара концепций, и они есть в вступлении в заключение, то есть, мы не будем долго на этом останавливаться. Но он, как в универе, писал введение, заключение, остальное заказал. Остальное копировал из других эфераторов, да. Так вот, технологическая революция, то, о чем он говорит, в принципе, вот на данный момент предсказывать что-то невозможно, потому что есть такой чувак, Джеффри Мур. Закон Мура, который? Наверное, это он, да. Вот в чем ты, раз ты назвался груздем, полезай в кузов, говори. Это случайно не тот, который говорит про то, что микросхемы уменьшаются, а там и т.д. и т.п. Вот, да, про законы интеграции, что все в степени там. Вот он же, видимо, какой-то IT-философ, так назовем его. Как диаген, только в бочке из этого, из текстолита? Да, из текстолита, из интегральных схем, больших и малых. Так вот, технологическая торнадо, так называемая теория у него есть, в которой говорится, что вот сейчас настолько много переходных процессов, все так бурлит, что вот и мы находимся сейчас в технологическом торнадо, много разных технологий выходит. Space X посадил первую ступень своего фалкона. В смысле, они впервые сделали ракету, у которой первая ступень, которая с твердым топливом, возвращается тоже на Землю, а она самая дорогая. То есть это в среднем в 10-20 раз удешевляет вообще все полеты, да, космические, в теории. В том смысле, что именно в их частной компании такое сделали. То есть НАСА и российский Роскосмос не сделали, а вот они сделали уже. Так. Так вот, я к чему это сейчас? Потому что мы в технологическом торнадо находимся, и будучи в этом торнадо, невозможно предсказать, что будет, когда оно стихнет. Потому что сейчас еще 100 раз так все круто разовьется, что вот мы на данный момент думаем, что там ховерборд это невозможно под причиной там сильной гравитации. А вот там через 5 лет буквально придумывают какую-нибудь хреновину. Или наконец-то придумывают новый материал для аккумуляторов, который будет запасать в 100 раз больше. И нам не надо будет наконец-то дерьмовый чехол для айфона от Джонни Ай выносить, чтобы дополнительно заряжать. Ты видела вас, Аня? Божественностью закажу. Нет, на видео или нет. Ну да, да, дерьмо. Шон на четверку никак не заканчивается. Он только на 6-6. Да все-все. Ты просто ответьте видео или нет. Видел, видел, видел. А то ты отшучиваешься. На что тебе напоминает? Параш. Да, если честно, груша какая-то, я не знаю, просто хрень. Непонятно. Что за выпуклость? Не, понимаешь, можно заказать без выпуклости. То есть он есть просто литой, но большой. Да, то есть он как бы не выпуклость, а просто кирпич. Да. Так, ну нахрен. Я проще в машине, если честно, заряжу. Ну, у меня вот оно так разряжается за полчаса. Нафига? Какая разница? Ну, если бы у тебя была шестерка или 6С, он бы не за полчаса, а за три часа разряжался. Ну, так вот, да. Ну, то есть он как бы реально быстро разряжается. Это к вопросу, да, о технологическом торнадо. Короче, вот пока оно не закончилось, пока мы, так скажем, не перешли на какую-то прямую условную, мы не можем предсказывать. Поэтому все, что он здесь предсказал, это, в принципе, такое. То есть он гадал на кофейной IT-гуще? Да, да. В общем, он предпочитает думать, что у нас будет некая цифровая нация. Я прям зацитирую. Нужно предполагать, что никакого цифрового разрыва между городом, деревней, регионами, поколениями в идеальном IT будущем 2025 уже не станет. Всеобщий интернет-подключенность и связанность, наличие умных устройств у каждого гражданина придет к тому, что все поколения молодежи из среднего возраста в 2025-м, начиная с поколения с 95-х, 97-х. То есть мы не попали. Мы уже, да, мы IT-старперы. Рождение будет так называемыми цифровыми аборигенами. Владеет цифровыми технологиями по умолчанию, абсолютно естественно, как своим родным языком. А пенсионеров, тех, кому сейчас 40-50, то есть нам, уже втянут в IT их родственники и дети. Я что-то не хочу верить, что в 2025-м я уже пенсионер будет, и почему 50-м будет. Да, пенсионер ты будешь сейчас. Ну так вот, кроме этого, коммодизация IT, что интернет уже будет прям как водопровод. То есть, ну, настолько для нас... Ну и сейчас еще нет, еще есть как бы места без широкополосного доступа. Ну, кстати, почему-то странно, что вот у нас в Челябинске хороший интернет, а в какой-нибудь побольше какой-нибудь город уезжаешь, уже хуже интернет. Это вот странно. Зато там автопром лучше. Или что-нибудь еще другое. Это же наследие... А это даже не СССР наследие, это просто у нас была интерсвязь сразу, и они очень сильно толкали вперед индустрию локально у нас в регионе, и они, в принципе, такой заметный игрок, даже если федеральный уровень рассматривать, они прям неплохо рубят. Поэтому нам вот в этом отношении нам повезло. Зато на Дальнем Востоке красная икра дешевая. Ну, кстати, а может и не дешевая. Нет, дешевая, инфа сотка. Ну ладно, инфа сотки рыбы нет. Как знаешь, лучший подарок на Тайного Санту это банка красной икры. Это как бы беспроигрышно вообще. Ну да, она как раз 300 рублей стоит. Около того, то есть там есть 100 грамм. Ну за баночку. Я сейчас сказать, не знаю, сколько там грамм, 50-е. Мы, кстати, об этом мы тоже еще за ним пользовали. Это как раз Санькина тема. А Саня к нам сегодня со своими темами зашел. Он в этом вдоль у к нам не с нулем зашел, а с несколькими темами тоже. Чуваки пишут в перископ чатике, в Америке с мобильным интернетом не очень, а казалось бы. Не, ну, кстати, у нас да там тоже не очень было. А да, собственно, потому что мы ж мотыбы. Нет, мы ж лобы. Там есть флэт тарифы, плоские, что называется безлимитные, флэт рейт. В которых, да, но просто они дорогие реально. И ты резидент должен быть. Да, да, да. Или президент хотя бы. Я хочу тебя спел, да. Окей. Короче говоря, в общем, суть в том, что Игорь Ишманов, он же нам еще три года назад говорил про технологическую сингулярность. Что вот будет примерно в 30-й момент, когда пика. Вот мы сейчас по параболе развиваемся, то есть все быстрее, быстрее, быстрее. И потом мы приблизимся к IT-асимптоте, если угодно. И прям хоп, и за секунду все изобретут. То есть настолько мы достигнем вот того уровня ускорения развития, то есть второй производной по пути развития, что прям за секунду все изобретут. Там искусственный интеллект, там всякое говно, биологическая цифровая конвергенция. Биологические добавки, наконец-то. Да, наконец-то нормальные. Не палево индийское, которое не работает. Либо ярышниками что-то толченое. Да, да. Ну, короче говоря, он здесь много про каждую прям сферу рассказывает, про розничную торговлю, цифровые недра. Причем он прям рассказывает, что там на складах каждый товар будет снажен радиометкой. Логистика будет управляться автоматизированными и системами и так далее. Это все, конечно, прекрасно. Я честно не верю, что как-то этот нас коснется. Нет, ну смотри, вот была интересная идея про касту, что Асимптота, да, все вот это выйдет. Практически наружу будет мега-мега прогресс, а мы-то на хрена нужны будем. В принципе, не айтишники, а в принципе вообще люди. Она же для нас все это придется. А ну, что потом будут на диване 8 часов лежать, пукать вместо того, чтобы как-то... Почему только 8? Ну, только 8. Да, ну как бы, то есть все мы-то будем делать. Практически, понимаешь, все за нас будет работать. То есть вот сидела бабушка, практически принимала какой-нибудь товар, там вот проставляла чеки, не знаю. Она уже умрёт скоро. Она умрёт. А ей, что не 50, да? Будет все уже. Нет, я... Это, кстати, вот то, что Саня поднимает, какие вопросы значимые. Это тоже есть, что я хочу сказать. У нас... Я, конечно, патриот, но мы настолько находимся по уровню экономики наравне с африканскими республиками, что... Даже не говорю с африканскими монархиями, с африканскими республиками. Так. И настолько у нас всё плохо, что когда у нас вот такая айтизация произойдёт, уже в Америке роботы только одни и будут. Ну да. Ну, кстати, да. Да, когда у нас практически как раз аборигены будут делать. То есть нам до сингулярности ещё срать и срать, я бы даже... Не, давай так, вот смотри. Мы были практически в супермаленьком городе, да? Да. Интернет там не очень, но инфраструктура вся абсолютно такая же, как в обычных городах, типа Вашингтон, ДиСи. Ну, потому что всё же федеральная. То есть сеть Walmart федеральная, она во все свои магазины одинаковую инфраструктуру завозит. Там это не франшиза. То есть это централизованное управление, и они по своему, вот как бы по своей логистике везде завозят одинаковые аппараты, одинаковые кассы, одинаковые там чипы и так далее. Ну, а у нас, опять же, в деревне, ты никакого в Walmart нет. Там будет тот же, там будет какой-нибудь Дикси-магазин, но в нём будет та же бабушка сидеть, которая... Да, у нас так сильно всё разворуют, потому что судебная система говно, что просто смешно. То есть... Отличное начало подкаста патриотического. Да, краткие выводы. Я просто зачитаю от Игоря, и уйдём от этой пессимистичной темы. Так. Там, кстати, дальше я смотрю оптимистично. Через 10-15 лет нам придётся жить в условиях полной открытости частной жизни. Оу-е. Так. Стопроцентной насыщенности домохозяйств искусственным интеллектом и доступом в сеть. Уровень подключённости, в кавычках, да и общий уровень жизни в регионах практически выровняется. Производство и транспорт станут в значительной степени безлюдными. Это к тебе, Саня. Автоматическими или управляемыми издалека. Пукать будем на диванах. Казать, что пукать. Согласен, Саня забился. Государству придётся решать новые проблемы защиты IT-инфраструктуры. То есть мы все будем, как вот на трубу работаем сейчас, мы на IT все будем работать. Обслуживать, сервера подметать. Да ты, мысль не войти, на самом деле, уже давно. Мы тебе врёмся. Персональных и личных данных в защиту. Создание новых областей законодательства. Мы все будем законы писать, чтобы как-то это регламентировать. Потому что уже невозможно будет. Да, да. Новые цифровые сущности, беспилотные транспортные средства, безлюдные магазины, сетевые образовательные учреждения. Даже уже институт можно будет заканчивать с дивана, Саня. Как раз тот момент. Деятельность всех госорганов сверху донизу также станет абсолютно прозрачной. Вот чтобы не допустить лично этого, у нас ни одного чипа до нас не дойдёт, я вот уверен. А чего прозрачного не будет, да. Да, поэтому... Это, кстати, даже не столько пессимистично, сколько жизнеутверждающий. Россия — это будет тот самый островок человечности, где всё ещё бабушка в диксе сидит. Да, да. А почему это нормально будет? Ну хорошо, везде будут роботы, а у нас какая-нибудь другая. Напасть будем зомби. То есть бабушки в диксе. Ну да. У нас бабжи все будут, потому что будем беднеть. Мы и так беднее, как бедняков. Так, бедняков, переходим к Роскомнадзору. К жёсткой теме, я считаю. Причём... Ну давайте так. Давай, я просто расскажу, что опрос был проведён от Роскомнадзора в Твиттере. От Росток. То есть, давай возьмём, что была выборка людей взята, которые сидят в Твиттере, как минимум. Которые подписаны на Твиттер Роскомнадзора. И по которым ретвитнули хотя бы. Да, на официальный Твиттер Роскомнадзора. И вот у Роскомнадзора назрел вопрос, для чего вам нужны торренты. Вопрос был проведён... 4506 чуваков проголосовало. Мол часов назад всё-таки. Нет, 23 декабря он был проведён. 23 декабря. Я проголосовал лично за не знаю, где купить. А были такие варианты, как не хочу платить. Это я за него проголосовал. И подписчики, уважаемые, зрители точнее, видят это, что у меня стоит гавочка и не хочу платить. Не знаю, где купить. Не пользуюсь. И свой вариант. Вот. Ну выиграл, естественно, с отрывом с... В 1% кстати. Кстати, в 1% не хочу платить. А свой вариант это, видимо, люди, которые... Это просто я не хочу платить козлы вообще. Не-не, я думаю, что... Это да, но свой вариант, я думаю, что это посмотреть варианты. Вы знаешь? А, я мужик и хочу посмотреть... Да, да, возможно. Да, ну да. Поэтому свой вариант очень странно. Можно было бы откинуть его, как знаешь, те, кто не проголосовал. Не, ну погоди, а там нельзя было, то есть, поставить, пока не проголосуешь. По-моему, нет. По-моему, тоже нет. А, ну то есть, да, получается, куда так и сделали. Вот я зачитаю вам, например, один свой вариант. Пользователь Лаперус какой-то отвечает Роскомнадзору здесь. История из личного. Хотел сходить на новый ЗВ. Прочел отрицательную рецензию. Скачал с торрента ЗВ и правда отстой. Роскомнадзор отвечает ему. В Камри, что ли, смотрели? Ужас. Он... Выехали за ним, понимаешь? Да, да. И он пишет. Понять, что новый ЗВ ужасен... ЗВ. Ужасен, этого хватило. Джей Джей Абрамс для меня на уровне Михалкова. Да. Как бы пришли бы, насладились вот нехорошим фильмом в кинотеатре, ушли бы спокойно. Почему бы нет? Нет. С попкорном похрустеть можно. Нет, ну это извращение. Вот этот вариант, он не в пользу... Нет, ну правда, это самое тупое. Не в пользу не хочу платить. Вот если бы он сказал, блин, чуваки, ну у нас ни сериалов ни хрена нету, блин, ничего не купить, ничего не сделать, никакие не сделали переводы, локализации, не хотите платить... Ну, точнее, не вы не хотите, не Роскомнадзор, естественно, а то есть какие-нибудь универсалы к нам заходят и не хотят, как бы на нашем рынке развиваться, грубо говоря, потому что для них это не рынок. Ну да, для них это примерно рынок одного города в каком-нибудь штате. Да, да. Вот. Вот тут, да. Тут действительно, это причина. А вот ЗВ, когда ты, блин, наскачал в Кабриде, ну это очень... Но мы хотели, между прочим, когда мы с Никитой продумывали темы, а мы продумываем темы на подкасты, мы хотели прям вот по ролям разыграть. Вот, Саня, ты бы что ответил? Вот мы сказали, что варианты... Ну, я бы тут... Давай-давай так, пользуешься ли ты торрентами по порядку? Ну, конечно, конечно, пользуюсь, как без окажет. Для чего? Ну, собственно, скачивать. Что ты скачиваешь в смысле? Смотри, вот, да пусть... Не порно трекер. Нет, ну, им просто потом, да, давай про него поговорим отдельно. Полчаса. Траневать дельный подкаст, бандон, да, да, да. С видео. Да, это там же нормальная прямая трансляция, или Full HD. Так, ну и... Да, ну, собственно, пользуюсь. То есть, да, конечно, вот, кстати, на днях скачали ZV, только первый. Просто вот, опять же, как... Почему не купил? Вот сразу, почему поедем? Вот, что я пойду? Я, во-первых, не сильный поклонник. Вот, правда, вот, 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 девушку не стрелал Звездные войны. Ну, вот, давай посмотрим. То есть, тоже не сильный поклонник. Да, то есть, вот, реально, ну, такое мы, как, вот, такие посредственные поклонники. Но, в свое оправдание, в свое оправдание, что я злейший пират. Вот, детям там пожертвовал чудо. Да хрен, я вот Mass Effect купил, третий, как бы и доволен собой. Но, опять же, я не сильно доволен, остался покупкой. Во-первых, это какой-то сраный Origin был, который, правда, и не очень-то мне понравился. Во-вторых, ну, ты расскажи для наших зрителей и слушателей, что такое Origin. Это какая-то, это Marketplace от BioWare, компания, да, если сейчас он от ЕА, ну да ладно. Согласен от ЯАА, ну, там конгломерат, по-моему, BioWare куплен ЕАА или наоборот. Да, что-то одно из них что-то выкупил. В общем, короче, они уже, я не знаю, по-моему, загнулись, вот, на мой взгляд. А, к сожалению, нет, да. Вот Dragon Age Inquisition тоже может только в Origin купить. Вот и говно. Блин, я тут случайно нажал этим пальцем на клавиатуру. Ну, вот я сейчас немножко, как бы, вклюнусь в Саню, потому что, короче, Звездные Войны на иви.ру, который мы иногда обсуждаем, 100 рублей всего стоит просмотр, скрытые угрозы. А погоди-ка, а... А в iTunes всего 150 в SD-качестве купить. А, в смысле, уже навсегда себе. Да, да. Ну, на самом деле, что-то не очень много. Что-то вот сотку не отдал. Да, по факту, да. Ты взял и пошел, вот и скачался. В смысле, на иви ты, по-моему, единожды посмотришь. Хорошо, ты сто раз, ты же не фанат. Просто они вот, по-моему, на мой взгляд, знаешь, такие же практически вот с торрента где-нибудь скачали. Вот я не знаю. Нет, нет, они официальные, прям, чуваки, они... Сейчас, ведьма, закроют. Они аффилированы с этими прокатчиками. С Universal Pictures Russia. Ну, кстати, может, так же и на Ютубе смотреть, по-честному. Я просто не знаю, сколько там стоит, ну, как бы, можно было. Кстати, да, можно, можно, на Ютубе. На Ютубе можно спокойно сесть и посмотреть. Ну, мы обойтемся сейчас, все-таки. Чарыша и вики на зал, ТВ-завр. Может быть, это все-таки менталитет у нас? Да нет, просто мне, честно, ближе торренты. То есть, как бы, вот знаешь, практически какая поближе закладочка была. То есть, я не знаю, в Америке мы сидели, я тоже не запарился, что-то там купил и все, и даже не волновался. А тут просто вот, на правду. В Америке бы тебя никто не пилил за что-то деньги потратил. А тут мне тоже никто не пилился. Да, ну нахрен. Ну, да, я же, конечно, приду, аль. Больше, ну, то есть, вот, грубо говоря, ты за зал, за зал, за зал сотку. Получается, тоже не хочу платить, твой вариант самый большой, который выиграл. Да, в смысле, ничего, понимаешь, и не знаю, где купить. Но, допустим, вот смотри, хорошо, давай не будем звезды. Вот ты спросил бы нас, слушай, давай, давай не будем звезды, хорошо. Вот, допустим, не знаю, какой-нибудь там выходил фильм практически по BBC, не знаю про то, как панды спариваются. Вот хочу его посмотреть, вот жизни мне нету. Где его найду? Чё, я пошёл сейчас в ближайший Уралтон спросил или чё? Где? На Озоне заказал? Чтоб он где-нибудь две недели шёл, понимаете, я же не хочу ждать, я же прям сейчас хочу за секунду. То есть, как? Нет, ты можешь посмотреть в оригинале на BBC, наверняка. Ну, блин, ну... Только Яндекс с деньгами теперь не можешь платить. А где у Сани он BBC посмотрит? Он на сайте, возможно, можно. А, ты думаешь, там, возможно, выкладывают? Ну, понимаете, как бы ты просто рыдь намного дольше, чем я вот сейчас, хоп, вбил себе по бырику и всё. То есть, вот в этом вся проблема. То есть, было бы оно практически в какой-нибудь двухкликовой доступности. Оно же, знаете, неудобно. Никто не любит, допустим, форум по 100 раз кликать, там, 25 регистраций. А мне на BBC зайти зарекаться, ввести кошелёк, карточку. Вот когда, Пашманыч, у нас будет 2020 год, я только свой палец так компу нажму, и у меня всё считает быстренько с моим счётом. Тогда да. Тогда могу. Так неудобно. Короче, это спор, мне кажется, бесконечно. Можно, в общем, пишите в комментариях, за какой вы вариант. Главное, не свой вариант. У нас нет своего варианта. У нас только я не пользуюсь, не знаю, где купить, не хочу плодить. Так, нет, я хотел долго про это рассказать. Ну, хорошо. Давай ещё, давай. Давай ещё поговорим. Давай. Ну, понимаешь, короче, есть тема, которую нельзя как-то взять и вот так легко вытащить откуда-то. Ну, лежат они, правда, на томате. Вот мы с Никитой тогда обсуждали. Вот, допустим, смотрю я сериал «Элементарь». Так, вот, да. Сериал «Элементарь» официально не выпускается нигде в России. Первый сезон был показан по Первому каналу, то есть они выкупили на него права, но за тем, что его мало кто смотрел, это было в рамках проекта «Городские пижоны», я даже не знаю, существует сейчас этот проект или нет, то есть там после 11 или после 12 какие-нибудь кино. Мне кажется, да, есть, по-моему. Ну, так вот, там это было и всё, второй сезон не переводили, потому что мало кто смотрел. Даже в DVD, вот прям в DVD, я уж не говорю, там мне Blu-ray с комментариями режиссёра, даже в DVD его нигде нельзя купить в русском переводе. Не, он должен в английском, смотришь спокойно. Подожди, я рассказываю всю ситуацию. Я могу вообще что угодно делать, я сейчас про саму ситуацию. Про кейс. Да. В iTunes у нас до сих пор нет телесериалов в России. Казалось бы. Есть только кино, музыка, а телесериалов именно нет. Возможно, опять же, надо как-то с прокатчиками договариваться, там какие-то именно privacy problems. Когда бабушки вот будут сидеть у нас там в этом? Да, когда бабушки из касс перейдут в iTunes наконец-то, они, может быть, хоть раскачают там эту лодку, как раскачают клуб сегодня вместе с вами. Так вот. А мы пукать в это время? Да, 8 часов. Мы будем 8 часов на диванах, да. И я чисто технически не знаю, где купить, получается. Но если закрыть торренты, я даже не смогу там ни в оригинале, ни как, ничего. Допустим, мне насрать на русский перевод. Допустим, вдруг появилась... Ты же мне, Никита, какую-то прям реальную альтернативу предлагал. Где-то подписку проплатить-то мне говорил. Ну, какой-нибудь там типа Netflix, а не Netflix. А, да, проплатить Netflix. Нет, не Netflix. Что такое? Ты мне сказал, типа, купить кабельный канал. Да, если русский кабельный канал, который будет поставлять такие услуги. Вот, да-да-да, типа, подписался бы я на него, я сказал тоже нет. Потому что кабельный канал, у него сетка. Мне будет там в 7 вечера элементы. А я в 8 хочу посмотреть, и что мне делать? Тоже, я вот хочу, как Саня, я не хочу ждать, я хочу вот здесь и сейчас. И вот, как бы, ну, нет такого, так скажем, варианта. Вообще, я просто думаю, сейчас хочу смоделировать, как американцы смотрят элементы. То есть, они просто включают. Они просто CBS включают, и все. В четверке. А если они тоже хотят, как и шею, и что же по времени? У них все есть. И Netflix. В Netflix ты on due просто нажал, когда включил, тогда включил. У них и в Apple, в iTunes все выкладывается. Это все виды вариантов. В Netflix ты платишь подписку и можешь всегда смотреть, что хочешь. Но ты за это должен 150 заносить, там, 50, каждый месяц. Ну, нормально. Причем, даже меньше, чем 50. Собственно, это вообще не чувствуется. Просто, врачи, как вот сходить в Макдональдс, покушать, собственно, никто не ходит. Ну, просто, а вот мне не надо все. Я вот только вот одно это бы избирательно хотел. Ну, и для этого тоже есть варианты. Ты понимаешь, зажрались, опять же. Ну, и вот, не знаю, бабушки бы с дедушками сейчас сказали, какой вам Netflix практически. Нет, это опять же к тому, что инфраструктура все-таки в Америке посильнее развита. Вот именно, особенно развлекательная медиа, это вообще... Здесь можно очень долго говорить о том, что первое, курица или яйцо. То есть, что первое, у людей появились деньги или с людей начали их собирать. То есть, у нас просто нету в экономике и в людях столько денег, сколько надо для развития такой инфраструктуры. Она бы развелась давно уже. Но просто кто за нее заплатит, это бессмысленно совершенно. Ну, вот как-то. Так что, да, пишите в комментариях, для чего вам нужны торренты. Ты, Сань, посмотри, может, там в чатике что-нибудь прям интересное, спрашиваю. Там контроладделит не работает. Поможем, ребят? У нас, кстати, следующая тема серьезно, не проконтроладделит, а с газетой Коммерсант. Ух, да. Причем тему эту мы посвятили Сане, он будет про нее рассказывать. Причем мне, да, именно моя тема. А тема рассказывает про то, что некий Дмитрий Коробов, который похитил у компании Яндекс исходный код и алгоритмы его основного сервиса Яндекс.Поиск, ходила в паре всего за каких-то 250 тысяч, а, 25 тысяч долларов и 250 тысяч рублей. На самом деле, вообще какие-то копеечные суммы. Рассказывает о том, что он сначала вышел на Nix. По-моему, ты, Сань, кстати, что-то покупал в Nix. Ты не надо, честно. Я алгоритм Яндекса и пытался там купить. В общем, на самом деле, парень забавный. Он попытался сначала как-то в них спарить причем с кусочком, просто кода послал, типа, чтобы вот они убедились, что он не просто какой-то там неизвестный человек. Они просто хрен с горы. Да, смотри, кстати, я вам чего-нибудь исполнил. Да, вот среди, кстати, сперу Яндекса код, нести ли мне его купить. На самом деле, кстати, хорошая тема, все бы хотели вот увидеть и узнать, как они там все это ищут, потому что, не знаю, ты узнаешь, сразу будешь на первой строке поиска тебе, не знаю, и для магазина, да для чего угодно. Удобно, будь такой, не там, авиасейлс, опять же, тебе просто суперполезно будет. То есть, не обязательно, не знаю, его куда-то вживлять. Почему-то именно авиасейлс сейчас. А, потому что я, кстати, в первых смотрел, да, они, у них там офис в Таиланде, кстати, вообще, как будто, не знаю, кому-то новинка, они ушли от 5, по-моему, как там базируется. Откуда вот ты это вообще в курсе? А, я тебе сейчас скажу, а я смотрел, там у них вакансия UI-дизайнера открылась в Таиланде, не то, чтобы сорвался в Таиланд валить, просто, как бы, открылась, интересно, что такое, я им послал, и мне говорят, Сань, сделай тестовое задание, я потом посмотрю, да. Ну, в общем, вот так вот, да. Не, вообще, сделал сложно на тестовое задание? Это в чате, просто потому, что там на Faceichi лежит ссылочка просто на их, как раз, сайт, а там, по-моему, Hotel, короче, отели такое. Hotel California. Там Hotel Look, наверное, я не помню, как точно он называется. Hotel Look, это их новость. Да, 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 ну вот, они вот его делают. Ну, слушай, как бы, интересная тема, почему бы и нет, не то, чтобы разобрался в Таиланд, но... Давай вернемся к Дмитрию Горобову. Ты скажи, что он сотрудник Яндекса. Бывший. Ну, сейчас, собственно, да. Теперь, к сожалению, бывший, да. Ну, в смысле, то есть, он уволился просто и спер с собой в наглую код, то есть, все нормально, чувак даже и не парился. Подожди, а там подписывают же соглашение о том, что не разглашение? Я уверен, что дальше, ну, так ты подписал, ты же никто не знаю, не помещает. Понимаешь, если ты уже злоумышленник, то тебе уже никакие соглашения не указ. Так, ясно. Ну, и, короче, он, это в профокапился, он, да? Да, я тебе вот больше расскажу, у нас чувак один уходил вот из предыдущей компании в нашу компанию, то есть просто в ту же самую практически, и ему гендиректор сказал, ты как, вот, возьми все сервера отсюда, сверни и к нам унеси. Он унес, ну, как бы он просто не на то, что директор уже бывший, и на него, без приколов, дело повесили. И сидели, его и допрашивали. Это, конечно, вообще, ты, вот, ко мне их в машину перейдите, я как-то, я хочу, я буду спрашивать, что ли, директор, он не директор, ну, то есть, как бы, вот, нормально. Я не к тому, что чувак, скорее всего, попросили спирить. А, где этот чувак сейчас? Знаем, работает? Да, не, он работает нормально, все его не посадили, все хорошо. Работает, посидел, как в колонии поселили. Да, да, да. Ну, кстати, как раз этим с горобом, да, по-моему? Так, ну, давай, и что, Коробов? В общем, пытался, пытался Никсу впарить, Никса, так по-моему, ничего не ответили, и в итоге он просто сто раз зашел, как бы, на все хакерские форумы, и там начал всем предлагать. Я не знаю, как бы, насколько надо быть умным парнем, чтобы просто практически, ну, вообще бы на площадь бы на красную вышел и заорал бы, вот, продам алгоритмы Яндекса. Ну, то есть, слушайте, он доорался, и на него ФСБ вышел. Кстати, знаешь, почему на площади неудобно бабы иметь? Потому что подсказчиков много. Ну, ну, да. Да, это хорошо. Так, и в итоге, как бы, этот парень, я не знаю, почему он какой-то, опять же, гениальный чувак, который пытался стора зайти и все продать, но не пытался как-то через стор деньги отмыть. Он просто решил при личной встрече продать, как-то, ребятам свой код. И в итоге на него ФСБ вышел, то есть, я так понял, с ФСБшниками ручку пожал, ему сразу же эту ручку закрутили и забрали с собой в бобон. Главное, чтобы не отрубили, как в Китае. Да. То есть, по итогу его посадили, да? Не, ему дали условку два года всего лишь. Ну, как бы, понимаешь, я так понимаю, его еще подпосрали везде. Подставить теперь на работу, скажите. У него еще и условно вор какой-нибудь, я не знаю, ему там фактически не звезды где-нибудь набьют. Айти вор, да-да-да-да, айти звезды. Майо на беду. Да, вот, кстати, Марио на бьют, я думаю, это довольно-таки уже низко. Почему Марио? Ну, айти-со, да. Просто я думал, вор, что он там тоже, чем-то, не марио, украл принцессу у Бозера или как там. Да, ему сказали, где к принцессу там на это волк, как-то, на бьют и все нормально. Так, ну чё, собственно, нигде не сядет, поэтому, как бы, вроде бы, ему ничего и не страшно, но слушай, ничего хорошего там не будет, правда. Пань, сейчас все СМИ о нем, сейчас все СМИ о нем узнают, как бы, и все. Так, окей, а в принципе, к Новому году как-то можно привязать эту новость? Не крадите, не увейте. В Новом году не факапьте, потому что вы, если уже алгоритм получили, вы просто подумайте башкой, как можно это в корыстных целях использовать. Оставьте это в тайне. Да. Окей. Как-то ты робко, да, скажем, да. Да, так я просто сам тырю, поэтому думаю, как тыреполучит. Кто же у меня в кухне подворовываешь? Да я трубу ворую. Так, следующая тема у нас. В следующем году для создания лендинга компании не понадобится дизайнер. И такой заголовок. На самом деле, заголовок не про это. Вообще, на самом деле, статья про то, что некий Григорий Бакунов, никто его не знает, или Бакунов? Бакунов. Бакунов Стобудова и А.К.А. Бобук, also known as... Да, наверняка все знают его по подкасту... Радио Ти. Радио Ти, да. Директор по распространению технологий Яндекса. Сейчас, секундочку, погодите, а юбб дизайн же обогнали вроде бы радио Ти. Ну, в какие-то моменты мы их обгоняем в категории новостей техники. Никто их не знает, только их не знает. Да, кто их знает вообще. Да, вот правильно. Так вот, 23 декабря он провел лекцию в технологическом пространстве хэштег, хэштег Ти Си И Эйч о главных трендах 2016 года. Короче, здесь статья, краткая выжимка из всего, что он сказал. И тут, на самом деле, такие много крепских вещей, которые, опять же, первым пунктом у него стоит виртуальная реальность, про которую мы уже сто раз говорили, про HoloLens и т.д. и т.п. что порно уже все в виртуальной реальности. И то, что следующий год все будем уже ходить в шлемах. Ну, опять же, есть же очень дешевые шлемы, картонные, за десятку. Здесь баксов, я имею в виду. То есть, ходить-то будем, но experience не у всех одинаковый будет, я тебе скажу. И контент, где я на русском хочу смотреть, локализованная порно. Класская суда, я ничего не... Мне кажется, там как-то подстраивается. Там же просто надо две видяхи, которые как-то круто это рендерит тебе в два глаза и все. Или ты хочешь сказать, что есть какой-то именно нативный контент, который прям будет... Вот, если бы я знал, если бы уже у нас бабушки сидели в шлемах, я бы знал. В гигсе. Да. Вторым он сказал про биткоины, про которые мы опять же говорили вот в прошлом подкасте, что типа биткоины, все такое, что это крутая тема, что это прям вот выходим на прям уровень. А мы прям годно, фу годно, неделю назад об этом говорили. Да, там было в итогах какой-то из директоров, говорят, что биткоины это круто. Точно. Вот. И умные вещи, умные вещи, это что, умный дом? Вот это все. Ну, да, очки эти, как их, часы, вот это все. Wearables, если угодно. Потом он пишет про искусственный интеллект, про то, что... Он прям приводит пример про то, что ты берешь кредит, и надо очень много всякой инфы про тебя собирать. И вот типа, что искусственный интеллект будет это все знать с помощью опять же биткоинов, опять же биткоин-валетов, то есть именно с помощью кошельков вот этих блокчейн, что они будут передавать информацию внутри искусственного интеллекта, в общем, короче, с бабками. Мне вот просто интересно, я как-то хочу немножечко отойти от этого. Вот он сидит у себя в Москве, да, он вообще понимает, что сахар, например, подорожал? Я думаю, нет. Фактически хуже и хуже все, вот тупо, тупо торговля падает, именно ритейл. Я не говорю онлайн-торговля, онлайн-торговля, к сожалению, не растет, она еще больше падает. Так. То есть не то, что все в онлайн ушли, а прям реально. А без ритейла, то есть без складов, логистики и так далее, не будет и онлайн-торговли. Потому что как бы я вот не далее, чем сегодня, забирал из службы доставки одну настольную игру. Так. Если бы у них не было фактического склада, фактического магазина, который отгружает это все, то как бы хрен бы я себе в задницу только смог купить в онлайн-магазине. И все. Это возвращаясь к виртуальной реальности и больно. Вот именно. Поэтому я не очень понимаю, оно как бы круто все. Они говорят очевидные вещи, которые по, ну как бы должны быть по развитию, но из-за того, что страна очень сильно беднеет, я совсем не понимаю, применить ли к кому и к чему это будет развиваться. Сожалеем, город может применительно не к нашей стране говорить. А, ну подожди, но этот, как тебе сказать, технологическое пространство T-E-C-E-H, оно все-таки это русский форум. Это вроде Казань какой-то. Это русский на русском, но, видимо, не про русских. Вот и Free City Hall было место проведения. Отлично, отлично. Вот четвертый пункт, который на самом деле... Странный, я бы сказал, понял. Нет, это на самом деле страшный пункт для всех наших слушателей, потому что... Так, Никит, не страшно. Он призывает уволить всех дизайнеров. Так, в смысле, он Никит, понимаешь, призывает, вот если бы дальше почитал, он там сказал то, что от 900 тысяч практически будет только когда заходить, там человек на страничку, и вот первые 100 тысяч они сделают вам лендинг. Ты где нашел такой из меня магазин? А сейчас расскажу, в чем прикол. Короче, сервис, который будет автоматизировать, типа VIX, а не реклама, какая-нибудь хрень, которая будет... VIX... VIX... Да. Так вот, какая-нибудь хрень, которая будет... Ваш лендинг, так скажем, его дизайн собирать так, чтобы... VIX... Чтобы это было круче, чем на VIX. Нет, будет вам собирать такой дизайн, такой UX, да, такой UI, точнее, с помощью которого будет experience повышаться, да. Да, то есть люди будут кнопку одну жирную красную видеть сразу. И она с каждым человеком все краснее и жирнее становится. И жирнее будет, да. То есть вот такая хрень, которая просто отметет всех дизайнеров, ничего не надо будет знать, ты нажмешь, просто купишь, у тебя будет лучшая лендуха. Так ты понимаешь, оно как и будет практически по Яндексу, по их алгоритму. Вот он, во-первых, сколько стоит... Ты подожди, ты все-таки знаешь, да, те кусочки, которые... Да, VIX, да, да. Просто, допустим, даже тот же самый VIX, который собирает, ну, слушайте, он бесплатно собирает, но там опять же какие-нибудь поддержки, там сколько-то они стоят VIX, кстати, да. Поэтому, даже если у них не знаю, найдется там сколько-то там программистов, которые напишут этот великий гениальный код. Вот создадут они все это. И что? Они что будут эту свою интеллектуальную собственность подавать, за сколько? Не важно, Сань, из-за того, что нету людей, нету big date, с которым этот алгоритм работы, он не сработает. Вот для него должны быть дан трафик. Ты же понимаешь, а большие магазины, они себе по идее сами больших программистов наймут. То есть, опять же, как-то, можно сказать, средний дизайнер, они все они отсекутся. Возможно, это, не знаю, конечно, студия Артемия Лебедевой про Гаритт, но так и не логотип за 200 миллионов сделать. Так, знаешь, опять же, в условиях нашей конъюнктуры, corruption и так далее, все будут насирать. Хоть что-то там, хоть насири. Да, хоть говори, хоть насири. Хорошо. В общем, четвертым пунктом, вроде как еще из России не уволили дизайнеров, пятый пункт – здоровье. Бобук пишет, что здоровье – это будет прям главная тема, в новом году. Самая большая и значимая, как он пишет. Так, я сейчас пытаюсь вычтать, если есть что-то про ИТ здесь. Главный уровень неквалифицированных врачей дошел до такой степени, что даже обывателю видно, что врач не очень хороший специалист. То есть ты – оп, а у вас печень слева-справа. Когда вы приходите к врачу, он ставит вам диагноз, глядя на симптоматику. Какова вероятность того, что он ставит вам правильный диагноз? 24%. Нет нормальной доказательной базы. Короче говоря, он говорит о том, что, опять же, у нас как лендинг будет система, в которой ты забиваешь симптомы и тебе будут говорить диагноз лучше, чем врачи. Но... Да просто не будут. Почему это? Так и с херенали. Нет, ну правда, ну что за фигня? Мы, кстати, мы же с тобой, Саня, немного знакомы с вот этой штукой здоровья. Как туда вообще вне дает здоровье, какие там бабки отмываются. Да, да. Ой, это смешно. Там они не только отмываются, но и просто воруются. Суть в том, что... Нет, дело в другом. Дело в том, что никогда не бывает у всех людей стандартизированных болезней. Это настолько личностный подход должен быть. Вот, я думаю, сам-то бобок он пойдет все-таки к семейному, так скажем, доктору и будет наблюдаться нормально. К системе он как-то не пойдет. Он-то в Израиль лечиться поедет. Вот именно. Поэтому я считаю, что будут какие-то устройства внедряться, которые меряют пульс там и так далее, они будут опять же себя дейтю, но человек по ней все равно лучше скажет, чем сраная машина. Вы же, кстати, помните, была тема с какими-то опять суперумными часами, которые там и пульс, и все забирает, и сахар в крови, и было уже практически разоблачение, наши, по-моему, там какие-то российские чуваки сделали. Я вообще самым правду не вспомню, как называется. Эппл-вотч называется. Не-не-не-не-пл-вотч, просто другие... Бебл. Не-не-не. Да, нафиг. Хэлл Китти. Викс. Хэлл Сгоу какой-то практически. На Гоу-Би, И не Гоу-Гоу. Да, в общем, собственно, тема в том, что у них совсем какие-то свои странные алгоритмы были, практически, знаете, от того, какое у вас сердцебиение, она и сахар считала, и, не знаю, кровь в моче, все практически реально прогоняло. Мочи она не считалась вообще. Да, реально, оно очень по тупому все дело, то есть, как бы все равно заблочение полное, не работающего, все равно нихрена это. даже если представить, что все работает, доверять свое здоровье, какую-то систему, а вдруг меня система потом скажет, как бы проще уже усыпить. И меня заехал, хоп, да, я тебе дал, зачем я же наделал. Вот если вы не можете говорить, то есть, мы сейчас, в принципе, с вами приходим к тому, что, скорее всего, все равно людей не откинут, да, то есть, мы сейчас сидим с вами, это у меня, айти-консерваторы, мы по-деревенски, а на самом-то деле, там в Америке, да, возможно уже сидят. В смысле, Никит, понимаешь, вот тебе какой-нибудь геморрой, да, и будут так реально лечить по-быстрому, или какой-нибудь, не знаю, вот простуду у тебя, ну правда тебя могут лечить вот по вот этим вот приложениям. Ну давайте, я вам, короче, поставлю этот подкаст на кассете через 5 лет, вы послушаете там, когда уже будем все. Когда вас колоть будут. Да, я согласен, когда вы уже будете сидеть и у вас сахар в краю. да, да. Так вот, шестой пункт, самоуправляемые автомобили и подключение автомобилей к сети. Ну естественно, опять же Apple, он просто пишет, я не верю, что в следующие два года нас ждет большой бум самоуправляемых автомобилей. Только слава богу. Ну, я тоже не верю, конечно. Но на самом деле, где мы видели, в iRobot, я робот же смотрели, там они, по-моему, ездят на самоуправляемых автомобилях. Господи, как давно, я из я робота помню, так что он конверс рекламировал, да, ну и все. Ну это понятно. По-моему, это в Я легенде было. Я легенде уже ничего не было, там только зомбаки были. Вот он не верит, но нет, хорошо, да, подключение к сети, я уверен, что уже сейчас везде есть. В автомобилях? Ну, в хороших, проверенных автомобилях. Да, что там есть? Подключение к сети. И че? К интернету. Вот в тот и богу говорит, и че? В современном автомобиле подключение к интернету не дает ровным счетом ничего. У меня, слушайте, на автопарковке парковался, это худшее, что было со мной в моей жизни. Как в третьем фокусе, который ввели? Нет, я на Тойоте. А, нет, я, кстати, скажу, на Гольфе, на Новый. Я думал, ты на Викс. Да, Джеркс. А, кстати, ну, сначала стоишь, они такие, грят, поставьте на заднюю передачу, ты ставишь. И там, надо еще поставить так, чтобы он именно нашел, куда припарковаться. ты должен параллельно проехать мимо того места, он тебе скажет, ага, я нашел чувак, то есть, я так понимаю, если положь, то все у тебя двигатель взорвется и колеса вылетят. Как в мафии, колеса в разные стороны вылетают и окурок такой коричневый остается. Потом говорят практически, уберите ногу с тормоза и не жмите на газ сильно, потому что, видимо, тогда он не успеет руль выкрутить. То есть, практически, понимаешь, ты вроде бы как, он сам тебе паркует, но ты паркуешься по его правилам. Это как-то очень тупо получается. Я, блин, сам быстрее бы припарковался. это не автоматически, это автоматизировано. то есть, нифига, просто какое-то говно, если честно. Хорошо, нормальный тетер. Заметел наш обозреватель. Нормальный, нормальный пункт. Следующий пункт, последний, седьмой, shared economy. Так, Бобух считает, что очень классная тема, это shared economy, это сервисы, которые стартапы, которые не привязаны к интернету. Он приводит пример, что вот чувак сидит такой, ему нужно сотку. И у него даже не то, что на интернете, а просто, хотя у него есть айфон, скорее всего, чтобы такое спросить. У него есть какой-то девайс, с помощью которого он просто, мне нужно в долг 100 рублей, и все рядом чуваки видят, что ему надо соткует, слева, вот тут какой-то чувак сидит, и дают ему с кого-то хрена. Без интернета. Да. Я не уверен, что это вообще как-то можно применить, и причем, что он несет. Все еще применяют. Через пять лет я вам поставлю на кассетике, а все уже shared economy будут. Я у тебя 100 рублей попрощу сразу, потому что он не это поставил. Вот выходишь из проспекта, ну из любого собственного магазина. У вас начинается с шея декономи. У чуваков не интернета, ни хрена, какие-то. Да, да, а табличка появляется. Да, 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 да. Братишку дай просто на что-нибудь, и как бы нормально, да. У нас сегодня, кстати, не по блокам, хотя вот следующее, как дизайнерский. У нас такой блок light новости перед Новым Годом, и я просто хочу вернуться назад. На сколько? Лайк, если хочется вернуться, репост, если хочется ворваться. Так вот, 32 лайка на твиттере у этой статьи. На VC.ru почему-то есть каунтер на твиттере. Твиттер закрыл в API. Может быть, кстати, Сань, там если изучать, то это они уже не опихой делают, а каким-нибудь дюймом свои. Говники, возможно там просто что-нибудь, это рандомное число. Можно сейчас перезагрузить, потому что будет 40. Вот, я просто сейчас нажму на другой популярный материал, на VC.ru, VIX, и попробую сейчас посмотреть. Да, там тоже есть каунтер, но почему-то вот фейсбучный и ВК-шный каунтер, они подгружаются, прям, ну, видно, как они подгружаются при перезагрузке страницы. А твиттерный, он уже есть. Я, честно говоря, только что затвитил, и число не изменилось. А какое, что ты затвитил? Какую именно? Уже пробовка. Статью пробовка. Сейчас я обновлю, будет 33 или нет? Какой Никита 30. Нет, просто же 88. 38. А у меня было 32 перед этим. То есть, как бы, 6 человек залетело, видимо. Залетело, я не знаю, сколько человек за время начал. Ну, кстати, да. Но плюс 6, плюс 6 человек, да. Ладно, окей. Переходим к новостям дизайна. Точнее, у нас следующая новость про дизайн. Ты вот, Гриш, про лайт. Вот мы какая сейчас про лайт, только бродлайт. Ты прям научился эти переходики, мостики делать. Ну, как бог. Так. А я говорю? Да кто-нибудь, скажи. говорит ты, ты же дизайнер. Да, я же, кстати, пиво. Саня, кроме того, что он Эри Шарпер, он дизайнер, чем подрабатывает. Викс, да. Подрабатывайте. Поехали. Так вот, а тема в том, что, собственно, подлайт, это принц пив. Давайте так, перейдем очень Собственно, да. Он обновил себе почему-то дизайн баночки, и довольно-таки она в ретро-стиле появилась. На самом деле, все мы помним, то, что есть классический бодлайт, ездят все время во фуру, вот эти синие-серебряные. У нас там можно купить в Челябинске? Ну, я, кстати, не знаю, Челябинске, но, по-моему, где-то он... Я вообще не верю в Россию. Я ходи думаешь, где-то я видел. Даже у нас в России. По-моему, я не буду точно врать, но, по-моему, я видел. Ты точно не в Ринам, конечно. Да. Ну, в общем, на самом деле, обновили и крылья-серебан. Не точно соврать. Принус тогда видел, да. Так. Вот. Давай я сейчас здесь загрузил. Что-то написано, кстати, да. По поводу того, как раньше это выглядело для наших... Но раньше плохо. да, вон-таки, знаешь, по Америке было. выглядел как спрайт. Да, там прям, ты классика. Все прям вообще. Сейчас это выглядит, как рубашка на карте. Вот знаете, вот выглядит как будто вот так вот останется вот в этом макапе и все. Потом там только текст будут менять практически на пивлайф. Что-нибудь еще наши русские сделают. Вот число как-то не выглядит как вот такую банку выпустят. Ну, возможно, возможно, будет в магазинах. А вот что такое AB? American Beer? Потому что я вот сейчас там приблизил, так приблизил, что... А-а-а! Значит, вернусь. А-а-а, Да, скорее всего, American Beer, я думаю, что-нибудь такое. А если какой-нибудь там лагер, не лагер? Не-не, у них нету жила. Ну, возможно, нету, они все лагер. У них все лагер. У них или нет. То есть, это же Америка. Давайте вспомним. Во-первых, давайте вспомним. Давайте вспомним, как мы пили Бадлайф в Америке. И это мача. Это как... Это лайт, супер лайт вообще. Собственно, у нас же есть тоже Бадвайзер. Вот уже Американцы в России. Вот тоже самое говно. Ну, мача. Но вообще, почему-то американцы любят. То есть, не просто полойдухи взяли. Она как Балтика-тройка. Она же такая же голубая. Все, и практически облоб разбивают и новую пьют. То есть, как бы, нормально. Вообще, если вспомнить, самое хорошее пиво, которое мы там пили, это Пабст Блю Риббон. А, нет? Ну, нет. Аляскинская тоже была. Но я вам просто сейчас покажу, чтобы понимали, я просто его прям реально покупал. Мне нравится. Нам покупали. Мы маленькие тогда были еще. Нравится обложка. Нет, это сами мы не покупали. Это мы просто притащили из отеля. Что-то у нас очень много них банков. Мы воровством, что ли, занимались? Что делаешь? Чего делаешь? Там просто осталось. Слышите, это реально, это мы приперли, это мы с Остином поум брали. Он на машине привел, да, да. Сусти, нам, чувак, это привез на машине. Я щас с ним ездил, он тогда живот болел до того, я таблеток набрался и не пил. Я просто точно помню, что в основном я их пил, сидел. Ну, потому что я как раз не пил, поэтому ты их пил. А, ну да. И вы их раз были в говно. И потом, в час ночи, кстати, подписчики, кто не знает, кто катался в час ночи на великах, падал в канаву, бросал свой велосипед в снору. Бросал я велосипед в другой ситуации. Не, круто. Кто-то тоже бросал. Я просто, мне интересно, что если немцам, которые вот истинные любители пиваса, показать этот бадлайт, они будут плеваться? Я думаю, да. Я тебе так скажу. Вот я рассказываю историю жизни. Вот есть Германия и есть Бавария внутри Германии. Вот. И есть такая, такой, скажем, феномен, как нефильтрованное пиво. То есть, на самом деле, почему так тихо? С кусочками. Потому что ты холодильник отрубился. А, понятно. Так вот. Нефильтрованное пиво я не буду вдаваться просто, не знаю, в теорию, в технологию. Короче, это как рафинированное масло и нерафинированное. Вот нерафинированное, экстра-вержин, оливковое, мы им салаты заправляем. А нерафинированным жарим. Оно более прозрачное и такое легкое. Не воняет. Да. И не воняет, если нагревать. Так. Так вот, нефильтрованное пиво, оно такое густое. Ну, вот, например, Хугарден, да, который все пьют. Угу. Вот оно типа нефильтрованное. Говно, на самом деле, конечно, это нефильтрация. Настоящее нефильтрованное пиво, оно только там неделю действительно, а дальше уже протухает. Угу. Ну, так вот, в Баварии пьют потому, что оно просто как бы такое мутное. С кусочками. Да, с кусочками. Вот, например, в Саксонии, да и, в принципе, во всей остальной практически Германии, в основном пьют обычное фильтрованное пиво, и они его называют Richtige's Beer. То есть, правильное типа пива. Угу. А то у них именно просто белое пиво практически для унтерменшей. Да. Его только в Баварии пьют. Так вот, то есть, у них даже не то, что они... Про Bud Light, я думаю, у них консенсус. И у тех, и у тех чуваков, что это просто... Ну, нет. Не очень. Кстати говоря, в Баварии это практически Франция. То есть, там все уже ходят в розовых Ralph Lauren'ах и так далее. И надушины. То есть, там уже полностью гей-ропа. А в Саксонии там все еще как у нас. Нормальные мужики просто сидят. Там, я напоминаю, у них-то в общественном транспорте можно пиво пить. А, да? То есть, ты едешь в Баварии? Да, да. Я в автобусе как-то еду, и рядом с мной три строителя полностью в штукатурке, в комбинезонах стоят просто певичи вот так. И реально орут на весь автобус. Они из банок пьют какие-то? Из банок, из банок, да. Они пьют свой Радбергер или там Францисканер Хефевайсон и так далее. То есть, их там много разных, которые именно саксонские. Они свое прям пьют натуровское, как если бы мы уральского мастера пили, который, по-моему, уже загнулся. Ну, смотри, как мы к новогодним-то темам. Напишите в комментариях, что будете пить на Новый год. Сейчас про гейропу. Секундочку. В смысле, они не то, чтобы обсирать их-то геев, они-то молодцы, хорошие ребята там, да. Сидели просто давеча, кушали вот с мамой и девушкой. Да, с геями. Так вот. Там они смотрели телевизор, была какая-то передача с Гордоном и его женой. Там у него 35-я жена, который там уже практически 20 годиков, если не два, а Гордон уже, по-моему, бессмертный. Ну, так вот. Они рассказывали о том, что, в принципе, сейчас много, опять же, чуваков разводятся, практически просто там, не знаю, и расходятся, а вот всякие деды с бабушкой, они там по 65 лет вместе живут, их спрашивают, типа, а что, из-за чего вы вообще можете поругаться? И там бабка говорила, ну, вот дед практически корову не выгнал из-за гоно, из-за этого так и можем поругаться. Ну, короче, вся тема вообще свелась к тому, что мужики обабились, а баба омужичились, ну и все плохо, как бы. Это знаешь, короче, есть прикол, что, ладно, короче, в Америке однополые пары, а у нас в СССР все были воспитаны однополными парами, потому что бабушки и мамы. Ну вот, да, да, причем про это говорят даже не как про СССР, а именно про наше поколение. Ну да, видимо, у нас всегда такое было. Да, ну, собственно, как бы все равно, ты что-то, что в России все мужики, больше мужики, ну, я другую вам тогда еще шутку вспомню, если брак развалился, то всегда виноваты оба, муж и свекровь. Да, в общем, у них в Германии консенсус по поводу того, что Bad Life это полная говно, и все вот эти пивы. Так же, как, собственно, у англичан и шотландцев, и ирландцев, которые пьют Эль или Стаут, например, свой прям густой, темный, который они прям хреначат, как Гиннес. И им тоже вот Bad Light подашь, не, не то. И на самом деле хочется сразу сказать, что Bad Light это же под Budweiser, а Budweiser американский, они уже сто лет у них конфликт с чешским Budweiser-будваром, который вкусный, который прям реально крутой, есть темный, импортный там, по 150 рублей бутылка, он прям шикарный. Я когда еще пил, его пил. Круто. Круто. От дизайнерских новостей. Подожди, а как вам новая банка-то? А новая банка-круто. Да, я бы взял просто даже вот пьем и вылил и поставил бы уся, поставил бы. Я бы просто выпил бы из-за старой банки даже. Да, да, я бы... Ну, завершно переливал бы туда балтик. Мне знаете, что еще напомню, вот вернитесь, вот включите уся там на компьютере. Я включил. Верхняя часть, как купюра. Мне кажется, это карты, вот карты, которые американцы. Ну, да, да, очень похожи. Да, 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 очень похожи. Согласен. У меня, кстати, все еще карты лежат. Подожди, а что там... У меня тут не открыты. У меня тоже не открыты. Там типа хмель торчит. Видишь, листочек хмеля типа? Ну, как желудек. Да, желудек. Да, да, ну... Кстати, чуваки, напомните, пожалуйста, глютен, это добавляется же в пиво типа? Добавлялся? Ну, в пиве есть глютен. Есть глютен-фри пиво. Вот, например, Пабст Блю Риббон, оно есть безглютеновое. Да какая разница? То есть от него писька не вылетает. Да, от него писька не вылетает. Что ты, Сань говоришь? Глютен, на что он двигает? Это пшеничный белок. И он у кого-то как-то хреново усваивается, короче говоря. Что это такое? Знаешь, как аллергия на арахис примерно. Ну, да, да. Только в Америке было мнение, что просто глютен, он всем вреден, вызывает рак, хрена, говно. Так, ладно, окей. От дизайнерских новостей не может, да, никак идти. Твитерпейпер.ру тоже твитерка. А это, кстати, тоже, кстати, дизайнерские новости. Сейчас будут про дошираки. Про Новый год нищеброда, собственно, да. На самом деле, почему-то я не знаю, почему в Питере, почему мы не в Челябинске, чуваки, обозрели, во сколько обойдется праздничный стол. Кстати, вообще, подписчики, а вы вот, что будете на праздничный стол себе класть? Ну, кроме, я не знаю, картошки в мундире. Кроме доширака. И кроме картошки фри. Ну, картошка фри, это, по-моему, уже как бы в Америке. У нас в мундире сварят, и хватит. И маслица нас заправят. Ну, братья белорусы. А братья Хохлыкс ни хрена не сварят, у них газа нет. Извини. Да, ладно, все, хватит, мне выгонят больше не буду. Мы его не пустим больше, да, в следующий раз. Да, все, извините. Так вот, мы на самом деле сравнивали цены, и у них почему-то какие-то очень маленькие вообще выходят цены, в порядке двух тысяч. Как-то неожиданно. Нет, вот мы, собственно, кстати, да, были в Питере, правда, небольшие цены по сравнению с Челябинском примерно то же самое, но я вот... Да, ну иди нахрен. А почему ты хотел-то? Чего хотел? Слезая, почему ты думал, что там будет дороже? Ну, а почему бы и нет? Ну, как-то оно ближе к столице, все равно в второй практический город. Всегда же говорят, что Питер, это не Москва, это Питер. Ну, я понимаю, да. Нахрен. Да ладно. Ну, собственно, как бы цены, кстати, зарплата такая. Геремовая. Ну, да ладно. За 200 грамм сыра нужно платить 61 рубля. Это вот, по-моему, нереально, да. У нас 100 грамм сыра хорошего столько стоит. Значит, давай расскажем. Тут чуваки в статье выборки из нескольких магазинов собрали. И при чем взяли классический салат. Просто оливье-шечку, крабовый. Что еще взяли? Давай посмотрим. Подождите, давайте так, я ничего еще не покрою. Я для начала просто несколько гипермаркетов, сколько надо потратить денег, чтобы устроить новогодний стол. Там есть, вот в Dixie пробухло было. Ну, в смысле, что они именно сравнивают метрика у них вот безалкоголя. Потому что алкоголь у всех разный. И да, я просто, это для наших слушателей, в том числе, что я тут скролли, их как-то мало волнует. А мы же и в iTunes есть. Кстати, пишите отзывы, ставьте звездочки. Продолжаем. Просто классика, допустим, вино покупать. То есть, ну, в основном, на Новый год начинают же все свина. Шампанское. Шампанское, да, тоже. Ну, свина, видимо, я так начинаю. Да, все начинают шампанское. Ну, слушайте, классическая российская стоит там бутылка советская. Где-то, да, рублей 130, наверное. 119, окей. Ну, вот, да, в окей 111. Ну, давайте возьмем среднюю, даже 150 максимум. Пусть пускай будет потолок. Потолок это итальянская 750. Нет, я имею ввиду за наше российское. За советское шампанское. Ага, ну, хорошо, допустим. То есть, мы возьмем, да, собственно, все это, я думаю, можно на стол только и взять. Все, достаточно. Берешь две бутылки и три мандарики. Если мужикам нашим расскажешь, что достаточно одну бутылочку шампанского, они тебя выгонят. Вот. Здесь картинка оливье с шаттерстока, чуваки. А шаттерсток кто-то в оливье выкладывает. С такой горкой, что... Кстати, вы слышали, да, забавную новость? В Казани придумали оливье-женое. Слышали, да, такую тему? Они, короче, взяли вот этот шаричек оливье и в стаканчик с подмороженого положили и за 85 рублей продают. Слышал на Energy. Понравилось американцам, японцам и еще кому-то. Нашим, типа, так средне зашло. Цена там демократичная 85 рублей. Неожиданно странная тема. Я бы не знаешь, что на финансерах печеную картошку. Да. Там тоже как бы шариками салата. Да, да, да. Просто как бы такое. Ну, придумали, типа, знаете, называли там суровой закуска из России. Ну, классика. То есть у нас все суровое. Опять же, вот, давайте селедку под шубой так же, нахреначем. Ну, давай, продолжай. Да, в общем, вот они все укладываются примерно в 2000 в Дикси 2300. Хорошо, у нас по-челябински есть Дикси и там вот тоже может за 2300 все купить. Вот я вам так скажу, мы ездили, покупали. Я не знаю, не может тут без соков, без села, покупают. У нас почему-то вышло около 300 тысяч. Я вот не знаю, вот на двоих сколько, да. Да, в пароль. А тут на четырех у нас чуть ли не на восемь человек семьи столько вышло. Но я шучу, у нас там мясо и рыба только столько стоит, но тем не менее. Ну, то есть не сильно многому собственно даже брали. Просто у нас овощи, фрукты дорогие, хорошо у нас вот в Челябинске возможно, может быть там в Сачахе подешевле. Копченая колбаса за 100 рублей. 154 рублей 300 грамм. У них возможно, вот знаешь, в Германии уже продают красную икру за 3 евро, но она искусственная и у нас я помню. Кстати, в пятерочке тоже у нас такая есть за 30 рублей. Это просто худшее. Там шарики не лопаются. Да, да. Возможно, такая же сырокопченая колбаса у них. Это наше будущее, шарики не лопаются. Это значит почему? Потому что вот бабушки уйдут из Дикси и все сразу начнется в их канале. Сразу икру. Так, дорогие дизайнеры, подскажите, за сколько вы Новый год? Сколько сейчас доширак стоит? 50 рублей? 60? 80 уже. Да лошадь. Он дорогой, чуваки. Он просто реально подорожал. Кстати, я вам тогда подсказываю простой способ. Идете на рынок. Там все еще вот это есть лайн лапша. 5 рублей стоит. King Lion. Да, King Lion. Ну, не поскупитесь купить себе тарелку на вагоне. Нет, я так скажу, есть оптовые рынки, на которых можно китайскую лапшу нормальную яичную купить. Ну, заморачиваться на 100 рублей за килограмм. Не, ну, килограмм это уже, это уже, я не знаю, это Новый год и Рождество. Я, 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 я говорю, еще до 14 февраля остается, собственно, что яичная она разваривается семена. То есть, как бы, ну, действительно, лайфхаков море. Но вот в гипермаркете такие 1980 рублей, это я не знаю, это вот на один раз. Это точно доедать потом не придется. Сладкая, кстати. Вот что сладкая покупает? Вот это тысань должен. Давай. Ну, кстати, можно просто обычный тортик взять. Я вот ничего не говорю, они магазинные тортики, наверное, не самые там какие-то хорошие. Просто вот, они тоже десерт 114 рублей, это насколько они интересны персон взяли? Это на одного? Просто 114, я вообще не знаю, отчет вот ты можешь купить себе десерт. Дома моих родителей из кулинарии сели-съели, викс. Так вот там кусок тирамису 168. Ну, понимаешь, кусок торта, который мне нравится, называется карельский, как Наполеон, только чуть круче, не знаю, чем круче, но мне больше нравится, да. 50 рублей. то есть, 114, это два куска, и это уже обожраться, если говорить про именно десерт. Нет, посмотри, допустим, вот они считают Оливье, 10 порций, стоит 200 там, там 34 до рубля, а десерт, 114, и как бы не написано, сколько порций, то есть оно как вы считает. Тут нарисован кусок торта, Саня, не Оливье написано, ах ты, черт, понимаешь, 10 порций, как бы оно странное, высчитывание. Я просто вам хочу напомнить, что у нас готовят обычно до 10-го, включите на сразу тазик. Никто не готовит один чертик. Ну, кстати, я тебе так скажу, вот сейчас на съемной квартире получается так, что неудобно готовить тазик. Вот нам просто складывать вот реально некуда. У нас вот 4 кастрюлики есть, и вот в одну, вторую, третью, четвертую, и все. На этом все закончилось. У меня в несъемной квартире примерно такая же ситуация, что холодильник маленький. Кастрюль до хрена. Да, у нас такой же. Но холодильник маленький, и ни хрена не влазит, и все пропадает, и до сего. Но, к счастью, есть балкон, конечно, но там все замерзает. Примил 20-го, все, говнина. То есть, как бы, понимаешь, с утра вот это отковыривает салат, это тоже божественное удовольствие. Просто я же тебе, так скажу, вода замерзает, когда лед, он разрывает волокна, и потом все флажер, возвращается. Это вообще невкусно. Как мясо, после замороженной, размороженной, просто лучше не делать. Так, ну что, я думаю, будем переходить дальше, потому что это можно смаковать эти оливье. Хоть сколько уже кушать, да, собственно, захотелось бы. Ну вот в среднем на рынке в два раза дешевле, чем в дикси. Да. Говорить, собственно, и на хорошие словечки. Да, это плюс. А минус могут обвесить. Да, просто насколько тебе, опять же, обвесят, ну, ненамного. Рассказывай. Давай. История жизни. Недавно покупал окорок свиной. Так. Просто покупаю внутреннюю часть ноги без яблочковой части, потому что она жестковата. Для того, чтобы... Нет. Окорок это бедро, чтобы ты понимал. То есть, нога задница. Яблочковая. Ну ладно. Так вот. А яблочковая это вот, ну, короче, внутренняя. Да, все, все. Она жесткая, беспонтовая, потому что около коленки. Я ее как раз не брал. Я брал только то, что вокруг нее именно мякоть, бедро. Для того, чтобы просто запечь в фольге нормально. Ну, это... Фольгу еще потом использовать. Так. Ну, так вот. И я заказываю всегда мясо у одной и той же бабы на рынке. Викс. Да, Викс. Я ей говорю, типа, мне, пожалуйста, вот столько-то, столько-то. Она отрезает и взвешивает, получается, три килограмма. А я собирался два, потому что я больше двух в духовку не влезу. Ну да. Я говорю, Оксана, я говорю, мне много. Я говорю, вот надо так еще убрать. Ну как? Ну я же уже отрезал. Кому я теперь этот килограмм продам? Я говорю, блин, ну как бы хрен знает. Мне типа похрен, но я клиент. Но она, я вижу, она ворчит. Она такая, что, типа, кожу снимать? Я говорю, да, конечно, снимать. Ну здесь я без кожи запекаю. Кто-то, может, любит с кожей там. Ну да, может. А там прям кусок сала тоже на бедре есть же. Чисто жирочек вытопить. Ну, хрустящий. Жирочек-то я оставляю, но именно кожу она снимает, на которой прям штамп еще стоит. Ммм. В фабрике. Я говорю, да, снять. Она снимает кожу, но из-за того, что она злая, она мне ее на весы тоже кладет, типа незаметно, хотя я-то все вижу. Взвешивает с кожей, потом хоп, кожу убирает и мне это дает уже без кожи. И я просто так посмотрю, кожа на грамм так 300-400. Нормально. То есть довольно-таки много. С учетом того, что килограмм окорока стоит 380, что ли, около такого. Слушай, это неплохо, да. Это получается, ну, как бы солидно. Я не стал ей ничего говорить, потому что, как бы, ладно, хрен с ним, давай. Я типа это, я типа не заметил, я типа сказал тебе, отрезай столько, а потом соскочил, все, окей, я получил по заслугу. Следующий раз уже ничего такого не было и 3 года до этого ничего такого не было. Я у нее всегда покупал. Видимо, срыв у нее был какой-то. Возможно, возможно, у нее какие-нибудь дни были. Короче говоря, могут обвесить. Квак, просто о том, насколько там тебя обвесит. Вот нормально могут обвесить. Ну, с овощами, если они смогут обвесить. Ну, иди сюда, да, тебе правда, там какую-нибудь веточку подложат. С овощами могут там жать гири пустые. Вот нам одну помидорку дали, она просто лопнувшая была. Ну, то есть, как бы, да, не очень приятно. Ну, слушай, как-то, но это практически ты как дизайнер пришел заказывать мясо, только проект. А поиграй-ка со шифтами. Он как поиграл. Я, кстати, недавно, чуваки, вам уже, по-моему, говорил в чатике, скажу теперь во всеуслышание, марокканские мандарины сильно вкуснее турецких. Хотя зачастую дороже всего рублей на 20 за килограмм, но, блин, они просто вообще другие. Я брал, я брал, опять же, марокканские в пользу ЮАР и Китая. А где-то еще ЮАР в Китае продают? Да, да, в проспекте. Понял. Ну, я вот, я так скажу, я тоже марокканский. Брон, потому что у меня практически просто уже из поколения в поколение у вас берут марокканский. Ну, короче, они плотные, они прям душистые. Сладкие. Пу-пу-пу-шистые. Это киви, бро. Ну, душистые, это с плесенью, да, уже. Да, да. Ну, короче, вот прям, я недавно, вот для себя, я думаю, что, ну, мандарины и мандарин. И тут я, как бы уже, я же отец семейства практически. Так. Я пришел, думаю, блин, хочу вот марокканский мандарин. Там, туда, на турецкий еще скидка была, ну, хрен с ним, турки, черти. Зорвали самолет у нас, не буду брать. Санкции свои ввел. Да, некие свои санкции ввел, и, блин, не пожалел. Ну и вот. Ладно, переходим к следующей теме. Дизайнер Антон Шнайдер разработал логотип для VC.ру. У нас рубрика, рубрика Линч. Рублика про рубрики. Ух ты. На самом деле, я вот, когда открыл статью, я не помню, Саня кинул, да, по-моему? Да, да. Я открыл статью, сначала поржал, чувак перебирает между таймсами, нейронами, романами, ариалами, и так далее, и так далее. Пишите непонятными, да, Да, сначала нарисовал где-то в тетрадке у себя. С винделями. Потом, я когда дошел до конца, я более-менее утвердился, что чувак, в принципе, знает, что делать. Не зря рисовал в тетрадке у себя. Да, вроде не зря. Ну чё, я не знаю даже, как это можно обсуждать, чувак сделал логотип из четырех букв и одной точки. Ну да. А вот, как тебе вариант с изумрудниками, здесь такой козырный, свэк? Кому-то, кстати, понравился, да, и потом его, естественно, застрали ниже в комментах. Но я бы, знаете, так сказал, он, в принципе, сделал то, что у него... Какие ассоциации вызывают? Да, да, да. С вайсером, то есть вайсер, высер, ну вот это вингстон, чё-нибудь, 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 может быть, да, вингстон. Вингстон это феечки. Ну, я-то своё смотрю по этому. Я так понимаю, оно достаточно в стиле, да, студии Лебедева, или чё? Чувак работал. Ну, в смысле, он, да, он до этого работал в студии Лебедева, но единственное, мне, опять же, непонятно, какая-то тенденция пихать на все макапы, просто нахрена, допустим, какой-то там шаттл вот это вот делает. Да просто, вот просто посмотреть, как будет. Мне как-то хочется докопаться, просто нахрена это делается. Ладно, я понимаю, допустим, вы даже на машину сделать, там будет наклейка, нахрена на шаттлует. Ну, это ладно. Да скройте, чуваки, вот, я не знаю, чё у вас на компьютере, где... У меня порно просто. Где есть скрин именно из их шапки. Там пять логотипов примерено на шапку. Там, Никита, я думаю, пониже, наверное. Прям в самом низу, или как сказать? Ну, ближе к низу уже. Никита, там... До макапов. А, до макапов? До макапов есть именно первый скрин. Но есть, я вижу скрин, я понял, бро, чё ты говоришь. Да, и вот первый логотип тебе чё напоминает? Какой-то ВК, если честно. Касперская. Да-да-да-да-да-да-да-да. Прям один в один. Я прям даже как-то постеснялся бы на их месте. Да, и всё, они же больше. И после этого первого скрина, вот тут, опять же, несколько вариантов. Мне прям парочка из них остро-касперского напоминает, где буковка С прям такая. Да, да, согласен. И ещё внизу есть ВСРУ с стрелочками, и это уже Хиллари Клинтон. Не, а вы, кстати... А с нижней вообще пришли какой-то по Китаю, если честно, красно-жёлтый. Ну, это понятно, да. Ну, это Макдональдс. Мне метро, мне метро напомнил. Согласен, да. Шелл, заправки. Но это просто из-за цветовой гаммы. Вот странный очень, который с красным и синеньким цветом. Ну, естественно, мы сейчас, я так понимаю, опять же, не передадим, никак не расскажем, но... Ну, слушайте, не передадим, а зрителям-то ещё как передадим. Да, в общем, как бы, чувак, на самом деле, очень классический по дизайнерам, поигрался с шрифтами, поигрался со всем и просто практически выложил весь свой рабочий процесс, что, опять же, и не сильно-то и плохо. Получился довольно-таки нормальный. Получился практически музео слабый. Я сейчас не поднимусь в отдельной этой вкладке открыть на Typekit музео слабый, ввести там в попробуйте шрифт висеру и показать результат. Давай, давай, попробуй, да. Единственное, что вот как бы два вопроса у меня остаётся, нафига я не нанимали типографа, почему чувак сам не может сделать как бы и сан-дизайнер, или он не может и за маму, и за папу мне интереснее. То есть, как бы, не то, чтобы, опять же, обосрать, ну, не знаю, вы же, по-моему, как-то сами, да, вот Саня, допустим, там... Знаешь, что тебе хочу сказать? Знаешь, что мне больше всего из этого, скорее всего, не нравится. Потому что... Нет, они сделали только логотип. Они не сделали весь шрифт такой. То есть, вдруг... Ну, а зачем? Вдруг ты хочешь где-нибудь в объявлении один заголовок сделать в стиле, типа... Ну, это будет, типа, пошлятина. Из-за того, что это реально логотип уже, то всё. Он как картинка везде будет фигурировать, и всё. Понятно. Как Саня любит, в иллюстраторе в аутлайны перевернут. Да, я, кстати, для вас, пацаны, перевожу, чтобы вы как-то мучились. Сейчас я сделаю маленькими. Ну, пожирше. Сейчас, секунду, пожирше будет. Вот. Да? Очень просто. Слушай, это практически... Да, я и говорю. Да, если жирненьким сделать, то... Сейчас, ну, если... Есть вариант жирненького. Да, да. Вот смотри, стой, подойди ещё раз. А Саня, вы на перископе видите, что он подходит ко мне? Вот. Я бы прям практически сказал, что это оно. Сноси только, вот, может, ну, поигнал. Я не говорю, что нету различий. Да, да. Различий есть. Но фактически это просто музео слаб. Да, всё. Ну, опять же, как бы, ну, хороший шрифт, значит, будем использовать, ребят. Какой? Они не сделали шрифт. Музео слаб. А музео слаб только платный на Typekit. Ну, мы-то и будем использовать. А остальные не знаю, как. Да, да. Какой из автомобильных макапов мне больше всего понравился? Мне Range Rover. Мне тоже на Range Rover. Ну, там просто передачи хорошие. Да. Ещё в комментах очень круто пишут, чуваки, что просто кажется, кто-то поиграл со шрифтами. Да, да. Да, да. Собственно, правда, чувак так и сделал. Быть каким-то тяжёлым, там, не знаю, сложным. Он лично скелится. То есть, по факту, он как-то всем вот правилам логотипа хорошего, он соответствует. Да, если инвертировать, например, цвета, как я люблю, белый на чёрном, они чёрные не теряются. Если в цветах российского флага, тоже нормально. То есть, в принципе, даже вот они розовый с чёрным сделали. Верните мой 2007. Да, то есть, как бы, если, допустим, вот Францию опять же поддержать, зайдёт французский флаг. Нельзя, конечно, рожать. Ну, как бы так. Вдруг они захотят сделать, это тоже хорошо всё будет. Сегодня можно Сирию уже поддержать, они в Холмсе бомбанулы. Лайк за слово бомбануло. Так, ну чё, переходим к следующей дизайнерской новости. К последней, что ли? Да, у нас есть последняя тема. Design in the holidays. Так. Дизайн им праздники. Есть некая утка такая. Как выяснилось, утка, вот до сегодняшнего момента, я прям искренне в это верил, что Кока-Кола придумала Санту такого, какого мы его знаем, толстого, в красном, с белой шапкой и так далее. С помпоном. Так. На самом деле нет. То есть там есть... А кто придумал? Японцы? Ну, как бы, как сказать, это религиозный изначально персонаж. Здесь есть на Snopes.com статья, что Санту придумал не Кока-Кола, потому что был Святой Николай, туда-сюда, из фольклора уже его так, практически в сказках Андерсона он так нам представал. Как ты помнишь? Подождите, чуваки, сейчас просто пасхалка, наберись Санта-Клаус в гугле. И там будет всё новогодненькое. Я сейчас, кстати, всю пасхалку спалил. Я офигел, на самом деле. Вау! Ты что-то другое наберёшь, то не будет так. Да. Что-то другое. Так вот, кстати, рассказывай. Ну-ка, Дед Мороз. Да, вы там пока набираете. Помнишь, Саня, вот у нас на уроках английского ещё рассказывал... Крисмасс тоже работает. Да. Да, наша учительница рассказывала, по-моему, кстати, она, да, про то, что ёлка, вот, естественно, это был там ужаснейший, ужаснейший праздник, и там не то, чтобы ёлочные игрушки были, там практически кишки животных, врагов наматывали на все эти ветки. То есть, возможно, возможно, там Санта-Клаус тоже какой-нибудь, вот, я не знаю, главный... Санта-Клаус это Святой Николай. Нет. Да, имя Санта-Клауса представляет собой голландские транскрипции искажения имени Святого Николая. Ну, ладно, хорошо. Я просто думал, что, возможно, там какой-нибудь тоже главный шаман в кишке обмотался и вышел как-то, поэтому он есть такой красный. Как Леди Гага в мясном платье. Да, то есть, в принципе, может, это Леди Гага даже. Отлично. От Санта-Клауса к фрикам. Так вот. И просто... Но веб-дизайнеры Депо убеждены, что, тем не менее, Кока-Кола внесло огромный вклад в популяризацию, так скажем, бренда Санта-Клауса и, в принципе, того, как мы это знаем, и да. И то, что просто Рождество. Очень много легенд вокруг этого построено просто для того, чтобы бабки зарабатывать на нас с вами. И фильмов куча, кстати, еще. Ну, опять, чтобы бабки зарабатывать. Каких фильмов? Да новогодних, вот сейчас Новый год выйдет, столько фильмов выйдет. Под Новый год, например, под одну вот какую-нибудь гребенку, то, что произошло, не знаю, какое-нибудь волшебство, кто-нибудь с кем-нибудь Один дома местами. Крепки овишек. Произошло волшебство. Я напоминаю, я смотрел Крепкого Орешка в оригинале год назад, для меня явилось откровение, какое гигантское количество слова fuck, bitch и прочего условного мата прозвучало из узкой пресса вылеза. То есть, раньше, а сейчас этого нет. Если вы сейчас посмотрите, какой-нибудь Первый Мститель, там, или что-нибудь, что, Винкс. Так там для детей уже. Там опять же феечки Винкс, вот именно. Так стоп. А Крепкий Орешек не был для детей? Ты думаешь, у него рейтинг какой-то был? Ну, кстати, может быть, Мочуй. Мочуй. Не знаю, ну, в общем, прям вот я был приятный, я прям как будто, как будто все круто. Ты как будто в стае Америки. Да, я как будто прям вот все хорошо, мне все можно. А сейчас вот это вот рафинированное дерьмо с Робертом Дауни-младшим смотреть просто. Так, где-то сейчас все можно. Так, окей. Подожди, и что кроме Санта-Клауса в этой теме? Да, ничего. Да все дерьмо остальное. Да, Валентина в день. Что если бы не индустрия в продаже конфет и открыток, вот, например, Эстер А. Холлэнд начал продавать открытки в Валентина в день в 1840 году. Потом появилась Холмарк. Блин, это на самом деле так круто, как вот эта реклама зарождалась именно вот всех этих праздников. Это как-то, блин, прямо там. Это о том, как раз, что реклама двигатель прогресса. И виртуальная реальность. То есть, изгалялись так сделать, что всем прям нравились вот эти девочки нарисованные, винтажные. То есть, мы не исключаем, что вот сейчас, допустим, я не знаю, насколько в мировом масштабе это может быть, но вот, допустим, есть условно какая-нибудь штука, ну, белоснежку и так достаточно много. Слушай, а, кстати, вот я сейчас подумал, у нас же есть в России, вот честно признаюсь, достаточно ноунеймовые праздники, на которые мы даже отдыхаем, почему никто не подсуетился и не сделал День независимости. День независимости. Да, вот. Ну, Никит, это другое, это государственное, понимаешь? Ну, как это? Ну, блин, ну, скажите мне. Давай какой. Пасха. Нет, нет. На Пасху у меня... Там даже эти Easter Eggs, что ты скажешь? Да, это прям в России, кстати. Нет, я тебе к тому, что... Easter Panny еще, скажи. Ну, яичками-то почек. Нет, есть какой-то, типа, День России, скажите мне. День народного единства. День народного единства. День народного единства. Да, вот, вот, вот его, вот его, его нарисовать все, такой брендинг сделать охрененный, чтобы только тебя покупали, только твои шоколадки разить. Ты имеешь в виду... Хлаги, то есть... Придумать... Придумать маскот этого, как по-русски, символа, как у Микки... У Disney был Микки Маус. Как у Мэйл Чимпа их обезьянка. Да, и потом только с ним будут все покупать. А это какой будет символ? Вспомним, День народного единства. Нет, нет, должно быть не так. Должна быть Польша, поставленная раком. Потому что протыщешься флаг Польши с жопой оголенной, уже красненькой, готовой такой. Вот такой. И медведи везде. И медведь уже готовится прям к нему подойти, к этому флагу и это. У медведь, он двухглавый. Нинин и Пожарский, у него как бы две головы. Отлично. Я надеюсь, он не двуххренный. Хренный. Это к вопросу о том, есть ли рейтинг у нашего подкаста. Мы чё? Да, мы чё? В общем, да. Вот у нас Новый год сейчас. Давайте вернемся. Давайте. На-на-на, ня-ня-ня. То есть, хоро-жим по желаниям, да? Какой символ для нашего Нового года надо придумать, чтобы его продать? Ёлочку такую красивую, с глазками, как в аниме. Так, ты имеешь в принципе для Нового года или для юб-дизайна? Да причем с юб-дизайн? Ну, всё, мы глобально. Отстранились, да? Мы давно уже отстранились. Нагиев, я думаю. Да, не могу. Нагиев в костюме Деда Мороза. А, да, Нагиев же он был в этих рекламах МТСа, Викс, о том, что типа он ждал, не дождался, помнишь, там типа он стишок придумал, и к нему только сейчас пришел Дед Мороз. А причем с Нагиев? Да просто что? Он меня сейчас с медиа-сериозом. Ну, ничего не Сергей Роваск хотя бы. Я не знаю, что он. Ты посадим, вспомни, какая у него настоящая фамилия, мне просто интересно. Я не помню. Взнах их практически Пупкин. Пупкин. Да, 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 да. Ну, с пукать так и был. Так, окей. Ну, я думаю, елочка. Ну, елочка, да? Сергей Анатольевич Титивин. Да, Титивин, да, действительно. Ну, Пупкин, Пупкин похож, да, очень. Титивин. Он садись с Питер. Вот Титивина, и продавайте его. У нас, опять же, это все упирается в покупательную способность населения. А сейчас она не сильно большая, поэтому... Вообще, вот, если смотреть, снеговики, по-моему, в зарубежном фольклоре не очень ценятся. Ну, а как же это шляпка и вот... Так это только у нас. Да ладно. А... Прости за Сноумен? Знаменитый. Блин. Да, действительно. Но его он тоже не очень раскрутил. Не, надо чисто наш русский. Сейчас какой-нибудь картель мексиканский должен кокаин раскрутить в «Frosted the Snowman». Смотри, ты говоришь, как раз «Снеговички» не это, а «Холодное сердце» мультик. А там был «Снеговичок». Я тебе так больше скажу. Ты еще «Морозка» вспомни. Нет, погоди. «Морозка» не вруношек, как раз. Про «Медведень». Вот, Саня, если ты любого ребеночка спроси, он тебе сразу скажет, что такое «Холодное сердце», что там за главные актеры. Он мне «Голодный Игорь» сейчас скажет, что такое. И Дженнифер Лоурен. Нет, давай, допустим, возьмем Деда Мороза просто в синем одеянии, не в красном, чтобы отличаться. Ну так стоп, именно русский Дед Мороз и должен быть в синем. Нет, тогда давайте «Снегурочку», потому что «Снегурочки» нету в Америке. «Снегурочки». Тем более беспошлятельным. У них-то эльфы. Да, а у нас «Снегурочка». У них еще этот, как его, «Олень Рудольф». Да. А у нас «Тройка» запряженная. Ну, то есть как будет «Мороз» у нас на чем? На тройке? Не на оленях ли он тоже у нас? Нет, по-моему. Ну, слушай, пока не на всех карточках. На фотокарточках? Да, я еще как раз, когда вот с бабушкой там это, не знаю, что делать. Ну, в смысле, когда на почте покупаешь вот эти вот открытки новогодние, там, правда же, тройка бежит, типа «Дед Мороз сидит в санях». Ты посмотри, кстати, это неплохая тема. Это очень, кстати, патриотично выглядит. Дед Мороз саней. По-украински, кстати, «Дед Мороз». Давай! Дед Мороз. По-белорусски «Дед Мороз». А по-японски «Дед Мороз». Да, «Тройка», причем чуть ли не «Жар коней». Ну, то есть там у них огненные такие кони в хохломе. Кстати, «Хохлома», да, это все. Ну, это все «Воскоспорт», я думаю, чуваки, которые вот «Олимпиада», они бы тебе сейчас сразу сказали, какие символы и как продавать. Вот я не далее, чем в воскресенье покупал елочные игрушки. Так. И там всякие собачки. Жвачки. Елочки. Вот елочки раскупили все. Я хотел купить только один. Стеклянные я покупал. Прям дорогие. Ну, они недорогие, на них скидонную жизнь. У нас просто пес ходит, а так вот все хвостом сбивает. То есть как бы у нас практически с половины бы уже не было игруш. Ну, да, кисти, у нас не ходит никто пока. У нас только кот-ученый ходит по цепи кругом. У нас в цепи уже в комнате, да, да. Только Саня-пес главный, он ходит, сбивает хвостом. И не только хвостом. Да, и хвост. И снеговички, собачки, сапожки, внимание, как у Ивана-дурака. Красные такие расписные сапожки тоже есть. А печь? Печи не было. Печи. Так. Черт, пытаюсь помнить. Ну, да, снегурочки есть, как Деда Мороза, само собой. Домики. Домики, да, есть. Причем шишечки классическая. Шишечки я искал, не нашел. Я даже ценников на шишечки не нашел. Белочки? Белочки, да. Белочки мне не дали купить, потому что они... Беспонтовые. Цитирую, некрасивые. Хотя я очень люблю белочек. То есть некрасивые белочки записываю. Совушки есть. Ну, совушки, да, кстати, тоже неплохо. Сегодня Антошки Тивина. Короче говоря, вот такие символы могли бы быть у нас. И какой-нибудь... Вот что у нас? У нас же есть кондитерская фабрика «Славянка» и «Викс». Так вот, они должны как-то брендироваться под Новый год и больше продаваться. Мне кажется, у них и так возьмут. Ну, я вот, зная, как работают в этом... В Южурал-кондитере, в нашем кондитерской этой фабрике, они, блин, уже с ноября упаковывают вот эти подарки с конфетами. Так. Ну, их дохрена, это реально... То есть это реально работает. Так у них просто, так скажем, госзаказы практически. Ну, у них нет никакой тематики. Нет, сад заказов. Опять же, начиная от Челябинских конфеток... Гид, сад, заказ, гид. То есть там нет никакой тематической хрени, понимаешь? Да, там всё обо всём. Там все сказки, там все, 12 месяцев, всё в одном вот этом домике. У нас тут под окнами, между прочим, уральские кондитеры, группа компаний. Так. И там у них нихрена никакого брендинга. Просто печеньки как были, так и есть. Ну, вот, как бы, да, нормальный брендинг. Зато пахнет ванилином на весь микрак. Это, кстати, о том, что у нас, в принципе, нет нигде брендирования. Ирония судьбы. Ирония судьбы. Потому что конкуренция не та. Да. Если бы у нас было 20 компаний в одном только челябинских кондитерских, то им бы пришлось как-то выгодно выделяться на фоне... У нас челябинские штуки три, по-моему, да. Ну, я не знаю точно, но южуал кондитер ещё помимо него помощь. Они, возможно, у них картельный сговор. Они каждый своей нише окучивают. Южуал кондитер мерендинки делает. Здесь уральские кондитеры печеньки. Да, наверное. И кто-нибудь ещё, я не знаю, трюфеля, ну южуал кондитер и конфетки делает. Да, я только не помню на концу. У карамельки дофига очень подскальзываешься на них ходишь. И в завод закрыли. Так его... Это балтичный. Ну, да. Мне кажется, просто укрупнение происходит. Теперь один питерский завод окучивает всю страну просто и всё. И с точки зрения логистики это выгоднее всё оттуда возить, чем из разных точек. Облинились, короче. А тут чисто склады завезли. Если бы Пашману и везде завезли, то у нас бы везде локальная пистанция была. И всё было бы круто, по-умному. Ну чё, в принципе, поговорили про темы, да? Да, я думаю... Сань, посмотри, может быть, там есть что-нибудь интересное в чатике. Я думаю, мы уже достаточно до хрена говорим. Можно, в принципе, поздравлять всех уже и мандаринки открывать. Да, у нас нет мандарин. И шампанское. Кто-нибудь может изобразить ртом? Ты, по-моему, только что от него не изобразил. Всё. Да, так вот. Примерно так. Ну так вот. Я, во-первых, да, будем поздравлять. Давайте сначала обойку обсудим. Классически. Вот мы с Аней посвящаем нашу традицию обсудить обойку. Я думал, сегодня будет новогоднее, а сегодня, наоборот, жаркое. Ты имеешь в виду, это как погода сейчас в Москве и Питере? Во-первых, погода в Москве и Питере. А во-вторых, это... Вот кто-то из наших слушателей или зрителей пришёл сегодня темы про программирование послушать. И вот он, его глаз одного... А где тема про программирование? Он как глаз вопиющего вот в этой пустыне. Да-да-да-да. Где про разработку? Да, где... Не будет про разработку сегодня. Тут вот три деревца буквально какие-то. И вот эти три деревца, это вот эти три темы про дизайн. А всё остальное, вот эти пески, это бабло, про которое мы здесь вокруг да около ходим сегодня. Кстати, кошельки все в описании к видео, на которое вы сможете. Ну, в общем, мы вас заранее... Мы, точнее, не заранее, мы вас просто поздравляем с наступающим сердечно, да? Вот. Желаем вам в уходящем... В уходящем году вам желаем остаться ещё живыми. Да. А в грядущем ещё больше совершений и успехов дизайнерских и эксерских и всяких таких. Будем всегда с вами. Не переключайтесь. Да, в тех же всех составах. Кстати, Саня, он же с нами всё это начинал. Может быть, у него сейчас там что-нибудь заиграет где-нибудь в каком-нибудь месте. Да, может, приду, заплачу. Решит продолжать это всё. Он, кстати, в рамках акции нам для паблика сделал аватарку новую, вот новогоднюю, которую вы можете видеть сейчас. Только за, да, друзьям помочь. Кстати, да, я напоминаю, что хотели в конце все наши имена там называть. Ну и то, чтобы все... Ну, подожди, это в самом конце. Мы ещё поздравляем. Ну, смотрите, я знаю, что я хотел предложить. Давайте не будем использовать Кенеслав факап. Давайте будем лоханулся использовать знаменитое слово. Хоть и по-русски будем говорить. Нахрена нам все эти зарубежные против Турции сидеть. Ты сейчас, Саня, лоханулся. Да, ты сейчас лоханулся немного со своими предложениями. Да, ну так вообще оно такое. Я считаю, что нужно в грядущем году нам всем пожелать ещё развития ювеб-дизайна, в конце концов. Даже второй новый год мы с вами встречаем с подкастами. То есть год назад тоже были подкасты, уже. И да, пишите в комментариях все ваши идеи по поводу того, как нам, куда развиваться, какие площадки осваиваются. Вот мало кто знает, если ретроспективу за последние пару месяцев посмотреть, чатик в Телеграме придумали не мы. Нам его предложили как идею. Такой феномен, как разговоры у экрана, тоже не мы придумали. Нам это предложили как идею. Смотрите, идеи-то они воплощаются вообще-то в жизни. И даже сейчас я вот без чатиков в Телеграме даже не знаю, что бы я делал. Работал бы, наверное. То есть мы реально смотрим, что вам нравится. Естественно, прислушаемся ко всем. Да, то есть верьте нам, верьте. И всё у вас и у нас получится. С Новым годом. Я здесь даже наложу что-нибудь. Какой-нибудь звук, там, аплодисмент. Мориконы какой-нибудь. Да, из крёстного отца просто звук наложу. Из бумера, из бригады. Когда начинаются пожелания, сразу начали накладывать и всё. Да, я согласен. Можно просто начать уложить. Да, да, да. Да, с вами были сегодня Никита Тарасов. Александр Гончаров. И Александр Фёв. Какой хрен я сам себе назвал? Почему сам я сам себя должен представлять? Да, я же говорил, что потом по кругу было. Но опять же, давайте не будем это слово на фокапке. Мы лоханулись немного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. В новом году установки всё те же. Да, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте. В iTunes ставьте нам звёздочки и пишите отзывы. Ещё раз всех с Новым Годом. Удачного вам всем дня и новогодних праздников. Пока. Викс. Блэ.